Добрый день! С вами я, Игорь Яковлев, и это «Цифровая история». Дорогие друзья, напоминаю, что 16 и 17 марта сего года в Москве состоится третий научно-популярный фестиваль «Цифровая история». На этот раз его тема будет «История и кино». На фестивале выступят такие известные специалисты, как Кирилл Назаренко, Олег Соколов, Алексей Исаев, Елена Браун и многие-многие другие. Специальными гостями будут Дмитрий Юрьевич Пучков, Егор Тубус Иванов и многие другие интересные персонажи, имеющие отношение к отечественному кинематографу. К качественному, прошу заметить. Ну а сегодня у нас в гостях Игорь Гриворонский, кандидат исторических наук, и мы продолжим разговор о династии Каролингов. Игорь, привет! Приветствую! Всех приветствую, всем добрый вечер, доброго времени суток. Мы должны, я думаю, продолжить разговор о потомках Карла Великого. Если в прошлый раз мы говорили о сыне Карла Великого, Людовике Благочестивым, то теперь уже стоит поговорить о сыновьях Людовика, непосредственно внуках Карла Великого. И в первую очередь, конечно, речь пойдет о правителе западно-франкского королевства Карле по прозвищу Лысый, но не только о нем, безусловно, о всем потомстве Людовика Благочестивого. Давай напомним, сколько сыновей было у Людовика. У Людовика Благочестивого было три сына, соответственно, старший Лотарь, средний Пипин и младший Людовик, однако это лишь трое сыновей от первого брака. После своего второго брака с Юдифью из рода Вельфов, соответственно, у Людовика Благочестивого родился новый сын Карл. Сын от второго брака, и во многом именно это рождение привело к тем конфликтам внутри империи, которые мы уже освещали. И получится именно так, что из трех оставшихся в живых на момент смерти Людовика Лотарь, Людовик Немецкий и Карл Лысый, вот Карл, последний сын, самый младший, он станет самым известным. Но и другие совершат свой вклад. Ну, мне кажется, что стоит начать наш рассказ с того, в каком состоянии империя и вообще Каролинский мир остался после смерти такого знака у правителя, как Людовик Благочестивый. Каролинский, Каролинская эпоха, это, в общем-то, пролог, первый этап, как считают, считало большинство историков 19 века, и, в принципе, современные исследователи во многом солидарны с этим. Это пролог к развитию феодальных отношений, вассальных отношений. Как же зарождались эти вассальные связи, если говорить кратко и по существу? Ну, исследователи давно подметили важный аспект, да. Феодальные отношения, безусловно, вырастали и из германского общества, и из позднеримского. Здесь бесполезно выделять какой-то один аспект. Например, из позднеримской правовой практики пришел обычай коммендации, когда более слабый человек припоручает себя более сильному. Появляется связь патрон, могущественный человек, и клиент, менее могущественный, собственно, который находится в подчинении, который получает покровительство патрона. Это римская часть феномена вассальных отношений. Но само слово васси, вассус, да, слуга, оно пришло, как-то трансформировалось из древнегерманского языка, перешло в латинский слово вассус и означало личное отношение. Личное отношение между, тоже более могущественным, но в данном случае он выступал не как бы клиентом добровольно поступающим под покровительство, он выступал слугой. Значит, и у знатных людей возникло понятие дружинник, у князей, у конунгов, королей антрустион, то есть как бы королевский дружинник, и отношения были не правовыми, не прописанными где-то там, допустим, в капитуляриях, и даже не были прописаны, по сути, в варварских правдах. Они были именно личные, личная зависимость. Значит, к этим двум аспектам патрон-клиент или, соответственно, могущественный человек и его вассус, да, слуга, добавилась поземельная зависимость. Долгое время считалось, что, ну, в 19 веке считалось, что классический, классический путь развития, это от бенефиция, который ввел Карл Мартелл, его бенефициальная реформа далее трансформируется в фиот. Однако уже к концу 19 века историки стали понимать, что бенефициям все не ограничивалось. Было такое земельное пожалование, как Прикарий. Земля Прикариум, отданная по просьбе. Прикарий был двух форм. Прикарий – дата. Это когда кому-то давалась земля, когда у него вообще не было земли. Дата, то есть данная земля. Далее был другой вариант Прикариум облата, когда человек, имевший землю, но не мог ее либо обрабатывать как следует, либо не хватало у него каких-то, может быть, ресурсов, он отдавал более могущественному человеку свой участок, а тот ему возвращал уже на условиях службы. И Прикариум Ремунератио, когда участок отдавался более могущественному человеку, а могущественный человек отдавал вот этому крестьянину участок уже как бы с дополнительной земельной площадью, с дополнительным участком. То есть как бы делая держателя этого Прикария более богатым. Ну и еще один вариант, это, конечно, известные нам бенефиции, которые были завязаны у Карла Мартелла на военной службе именно. Соответственно, какая у нас ситуация? У нас ситуация, когда личная зависимость соединяется с земельной. Дальше происходят следующие процессы. Ну, во-первых, надо сказать, что антрустионы, те самые дружинники, которые получали землю от короля, это чисто королевский термин. У других там графов, знатных людей были газинды, да, газинды, это дружинники или по-другому челядь, да. То есть здесь как бы было соединение и военного момента, и они как бы еще и слуги. Ну и постепенно, вот все больше в документы входит слово «васси», «вассали», «слуги», «служащие», то есть в доме, как бы в хозяйстве. Появляется определенная иерархия между ними. Значит, пока иерархия небольшая при Карле Великом, при Людовике Благочестивом. В основном капитулярии доносят до нас, что вассалы есть у кого? У графов и у герцогов. Разумеется, у самого короля. Но это, конечно же, еще пока не феодальная лестница 11-12 веков или там, например, в нормандском герцогстве в том же 12 веке. Пока до этого еще рано. Кроме того, особенность была в том, что Карл Великий хотел, ну как и Людовик Благочестив, вслед за ним в его капитуляриях, хотел придать военной службе вообще обязательный характер. Служить должны все подданные императора. Как это реализовывалось на практике, мы скажем чуть ниже, но самое главное, что если у тебя нет вообще ничего, ты бедный человек, но ты все равно подданный, чей ты, чей ты человек, да, то тебе могут помочь вооружиться другие. Или ты какими-то своими средствами поможешь вооружить войны. То есть, таким образом все участвовали в формировании войска. Значит, в этой связи, что еще нужно сказать? Помимо того, что появляются все-таки земельные владения уже, связанные как раз вот с вассальной службой, пока никто не говорит о том, что их можно передавать по наследству. Это уже когда мы Карл Лысова будем обсуждать, этот момент появится. Наследование вот этих земельных владений сыновьями, там вообще родственниками. Значит, но у каролинских магнатов, будем называть именно так, не очень корректно говорить, дворянство там для вот этого периода, лучше говорить просто магнаты, могущественные люди, значит, земельные магнаты, значит, вот у них появляется такая привилегия, как иммунитет. Иммунитет — это грамота, которая дается с целью, чтобы теперь на территории иммуниста, то есть обладатели грамоты, не могли осуществлять свою деятельность люди-короля, допустим, судьи, графы. Вот монастырь, который получил иммунитет, поместье, которое получило иммунитет, теперь все вопросы суда, сбора налогов совершают люди, которые подчинены непосредственно владельцу монастыря или поместья. Этот термин впервые тогда возникает, да? Он был при мировингах, мировинский иммунитет был, но он не был столь распространен. При королингов иммунитеты раздаются просто гораздо чаще. Вопрос возникает, если Карл Великий хотел вассальной службой всех к себе прикрепить, зачем он раздает иммунитеты? А очень просто, империя очень большая, и зачастую королевские люди, те самые мисси-доминики, посланцы государевы, графы непосредственно, они не успевали за всем. И когда ты передаешь право суда и сбора налогов людям, соответственно, людям иммуниста, то так проще. В обмен что? В обмен лояльность, и как бы налоги все равно поступают в казну, просто их другой человек собирает. В этом суть иммунитета. Но многие историки, кстати, советские здесь, мне кажется, наибольшее достижение совершили, да, они показали, что вот этот иммунитет, палка от двух концов, с одной стороны лояльность, с другой стороны эти магнаты как бы создают государство в государстве, да, то есть они теперь все делают у себя, они могут упрятать налоги, да, то есть как бы вот эту дань не отдать королевским людям в итоге. Они, по сути, замыкаются в себе, и империя распадается на вот эти вотчины, у которых есть иммунитет, иммунитетные грамоты. Значит, сами люди, которые вершат суд внутри владений иммуниста, называются юдики спривати, что уже сами по себе означает частные судьи, да, то есть это именно люди иммуниста, не короля. Значит, несмотря на все это, королинская армия действительно была чем-то, что сумело стать основой вот этих всех многочисленных завоеваний, о которых мы с вами говорили. Через капитулярии императорское право создает, как бы сказать, на современный ладо всеобщий призыв. То есть, как я уже сказал, служить должны были все. Как это реализовывалось, я немножко уже кратко осветил. Первые такие капитулярии, изданные в 806-807 годах, и Людовик Благочестиво их повторяет множество раз. Капитулярии о воинской службе. Если, не дай бог, вторжение на территорию франкского королевства, и кто-то отказывается служить, то это вообще каралось смертной казнью. Понятное дело, что если вторжение, Карл Великий, ну, реально он не собирал там всех взрослых мужчин, соответственно, не ставил под ружье, это не те времена. Однако призыву подлежали те люди, которые жили в той области, в которой совершено вторжение, и это работало. Значит, эту систему вел Лотарь в Италии еще при жизни своего отца Людовика Благочестивого. Мы помним, что Лотарь правил в землях по Рейну и в Италии. Значит, далее Людовик Благочестивый вообще предписывает своим капитуляриям 829 года составить списки всех тех, кто в данных областях, графствах подлежит призыву. Значит, масштабы армии, там многие спорят об этом историки, там и Гансхоф, и многие другие. Некоторые преуменьшают, что средневековая армия, ну, как стандарты, ну, 5000 она, да. Но империя Карла Большая, есть мнение, что может было и 35 тысяч, учитывая, что около 700 пагов, пагус это область, да, несколько областей объединяются, там, графства, например. В общем, 35 тысяч это такая неплохая для раннего средневековья очень армия, да. Мы понимаем, что хронисты, аналисты, они не очень объективны, они все преувеличивают, потому что в античности было принято писать огромное количество армий, ну, помните, забить историю 5 миллионов ударей, да, так сказать, персидское нашествие на Грецию. Но вот 35 тысяч, скорее всего, реальная цифра Каролинской армии. Со всеми ополченцами, условно говоря, вот этой голодьбой, крестьянами, ну, 100 тысяч максимум, но все равно это огромные цифры. Значит, соединялись мансы. Манс это земельный участок, такой чисто каролинский термин. Значит, могло объединиться два манса, если, например, один манс очень бедный, один бедный земельный участок не мог выставить воина. Два манса объединяются, даже если два не могли объединиться, объединился три и четыре. А как быть, если люди вообще бедные без всего? Ну, вот голодьба, грубо говоря. Пять человек помогали шестому вооружиться, чтобы он хотя бы пришел в полном вооружении на смотр военный. Значит, так работала Каролинская армия организационно, скажем так. Были еще и разные повинности. Это, конечно, ремонт крепостей, да, соответственно, этих деревянных замков. Это была повинность для местного населения. И также повинность строить вот эти мосты, о которых мы еще поговорим, через реки, укрепленные мосты, которые сдерживали нападение норманов. Значит, если мне не изменять память, Егор, вы мне задавали вопрос про флот Каролинский. Это такая тема достаточно больная. Ну, вот как я посмотрел в хрониках, в анналах не сказано ничего о настоящем флоте. У нас есть сведения из Ноткера Заики. Ноткер Заик – это сангаленский монах конца IX века. У него, ну, как бы так сказать, не очень надежный в плане фактов источник деяния Карла Великого. Он в основном наполнен всякими чудесами, легендами. Там говорится, что Карл в конце жизни строил большой флот, потому что он предвидел все эти нормандские нашествия. Но сложно сказать, ни в каких других хрониках не упоминается флот. Единственное, что есть действительно пара упоминаний. Во-первых, капитулярии Карла некоторые предписывают использовать лодки для переправы воинов. Ну, что такое вот эти лодки, не очень понятно. То есть, видимо, все-таки какие-то суда, которые имели, как бы, такое транспортное значение. Это не какие-то боевые корабли. Морские, речные. Речные, речные, да, речные. Ну, и мы будем с вами еще сегодня говорить, наверняка, про то, что в распоряжение Франка в какой-то момент поступил Далмадский флот, Византийский флот. Понятное дело, что это не был родной флот, но он активно взаимодействовал с франкской сухопутной армией. Это когда у франков в Италии начнутся проблемы с арабами. Мы еще об этом поговорим. Значит, вооружить война было крайне сложно. 44 солида. Солид золотая монета стоит до спектра. Для сравнения, корова стоит 3 солида. Корова, сами понимаете, в сельском хозяйстве очень важный объект. Вот, поэтому так выглядела примерно Каролинская армия. К сожалению, здесь невозможно вычтенить большее количество подробностей. Какие-то, как бы, сведения о тактике франков, вооружении будут, увы, спекуляции. Поэтому вот те данные, которые есть, я постарался осветить. Каролинская экономика. Значит, если можно так говорить о средневековых временах, безусловно, можно. Это рабочие термины, которые помогают понять основы тех хозяйственных процессов. Значит, мы узнаем об этом из разных вещей, из разных источников. Конечно, это капитулярии, где, главный, конечно, капитулярии о поместьях 800-го года, где Карл подробно рассказывает о том, как нужно управлять поместьем. Это полиптихи, так называемые. Это описи различных владений, как правило, монастырских. Это грамоты, где описывается, как передается, на каких условиях та или иная земля. Историки-марксисты правильно говорили, что в VIII веке происходит вот этот аграрный экономический переворот, когда растет крупное землевладение, и многие в прошлом свободные общинники попадают под власть более могущественных людей, магнатов. Соответственно, и возникает, я считаю, что это до сих пор актуальный термин, вне экономической принуждения, когда элементарно этих людей не спрашивают, когда передают по грамотам им земли. И таким образом вот эти в прошлом свободные франки попадают в земельную зависимость. Разные термины встречаются в источниках, в том числе старая римская отсылка колоний, колонны, то есть именно посаженные на землю, более германское слово «литы» означало полусвободные, и потом уже возникнет понятие «человек-зависимый», более, к сожалению, раннего слова, чем слово «серв» французское у нас в данном случае нет. Ну и они, соответственно, начинают жить вот в этих земельных владениях, в этих вотчинах, если использовать старые проверенные термины. Чтобы мы понимали, какое количество, да, крупная вотчина, например, в Пикардии на севере Франции, это 3-4 тысячи крестьян, согласно вот по липтикам, грамотам и так далее. Были вотчины поменьше, несколько сотен гектар средние, где-то две тысячи крестьян там жили, и где-то сотня-две крестьян, это уже мелкая вотчина. Значит, здесь нужно сказать, конечно же, вот эти все актуальные, как раз для каролинского времени, благодаря капитулярию поместью, сведения о том, что была какая-то господская земля, земля непосредственно принадлежащая вот этому магнату, и были крестьянские участки, которые распорядились через полосы, но, разумеется, не было такого, что вот массив крестьянских вот этих мансов, а здесь вот феодальная вотчина, да. В капитулярии о поместьях, как и многие другие источники, красочно описывают, что на господской земле был, собственно, сам дом, хозяйственные постройки, мастерские, мельница, птичник, скотный двор, ну и, конечно, пашня, луга, виноградники, леса. В то же время на крестьянских участках был дом, пашня и пастбище. Вот основная, так сказать, структура именно крестьянского хозяйства. Ну, если говорить о том, что вообще при каролингах производилось, потому что людей всегда интересуют конкретные вещи, все-таки в большей степени хозяйство того времени пока еще натуральное. Да, безусловно, для торговли многое продается. Значит, но что производится вообще? Для торговли, извините, многое производится, да. Что вообще создавалось в этих каролинских вотчинах, да. Значит, вино, оливки, зерно, разумеется, ну, понятное дело, соль. Значит, излишки шли на рынок. Вот если читать австрийского историка Альфонса Добша, в общем, культовый исследователь начала, конца 19-го, начала 20-го века, Кут Альфонс Добш считал, что каролинская экономика полностью товарная. Разумеется, в советское время историки-марксисты, они вступили в полемику, во многом, конечно, справедливую о том, что говорить о том, что при каролингах товарное хозяйство, капитализм, это бессмысленно. Вот, но, однако, мы можем сказать, что основа была натуральное хозяйство, а элементы, разумеется, товарного, ну, товарообмена, конечно, присутствовали. Неубежные. Безусловно, да. В этом смысле очень рекомендую почитать Дмитрия Моисеевича Петрушевского, вот, тоже писал примерно в те годы, что и Добш. Очерки из истории средневекового государства и общества. Эту книгу я уже рекомендовал. Вот он, если кто не хочет, собственно, в самого Добша погружаться, Петрушевского, у него тоже интересно о товарном характере каролинской экономики. Вот, если вкратце, как выглядело общество, может быть, хозяйственно, какой-то экономический срез франкского государства, ну, на момент смерти Людовика Благочестивого. Я думаю, что стоит посмотреть, с чего все начиналось. После смерти 20 июня, напоминаю, что около города Ингельгейм, на острове посреди Рейна, Людовик Благочестивый умер на руках своего сводного брата Драгона. И сразу же возникли проблемы. Потому что мы помним, что с младшим сыном от первого брака Людовик Благочестивый поссорился очень сильно, Людовик Немецкий, да, и вообще не упомянул его в разделе империи в 839 года. Вместе с тем, Лотарь, вероятно, претендовал на какое-то однозначное верховенство, доминирование, да, среди оставшихся трех братьев. Это привело к очень интересному сближению. Мы, в принципе, об этом уже, это уже упоминали. Сближение двух младших братьев от разных браков. Людовик Немецкий и Карл Лысый. Значит, в 36-м году хорепископ Тиган Трирский напишет книгу «Деяния императора Людовика». И там он проведет параллель. Каин и Авель, да, старший брат и младший. Что младшие братья всегда лучше. Они всегда более благочестивы, более угодны Богу. И здесь проводится параллель. Людовик Благочестивый сам младший сын Карла Великого. И здесь два его младших сына, два брата младших объединяются против нечестивого, старшего брата Лотаря. Уже начинается идеология. Начинается уже еще, по сути дела, до смерти Людовика Благочестивого конструирование вот этого противостояния. Но, соответственно, это вообще распространенный каролинский топос. То есть, общее место, да, в литературе, когда младшие братья превозносятся. Но у Лотаря была сокровищница. У Лотаря были королевские налоги. Значит, он начинает переманивать вассалов, собственно, Карла и Людовика Немецкого. Значит, Карл решает действовать первым. Он перешел в наступление. Он владел землями по реке Сена. Он занял Сен-Дени, он занял Труа в городе Аттени. К нему приходят, являются послы Людовика Немецкого. То есть, Людовик Немецкий, он более тяжелый, потому что у него вообще нет земель официально. У него даже Баварию отняли по разделу 839 года. Ну и, соответственно, они заключают союз в 841 году весной. Возникает вопрос, а что Аквитания? Если мы вспомним, то был средний сын у Людовика Белико-Честивого. Пипин, ну, Пипин первый его, условно говоря, назовем, потому что он как бы в ряду правителя Аквитания, он первый. Вот этот Пипин умер в 1938 году и заступил его уже. Сын Пипин второй. То есть, это получается как бы племянник, да, вот этих всех оставшихся в живых сыновей Людовика. Значит, племянник всех вот этих трех братьев. Значит, и что интересно, Пипин второй не встает на сторону Карла, хотя как бы у них рядом владение находится. Значит, Пипин не признает совершенно того раздела, который провел Людовик Белико-Честивый в последние годы своей жизни. Он становится на сторону Лотве. То есть, Карл Лысый, по сути, зажат между крупным массивом Аквитании и, собственно, срединным королевством Лотаря. Ситуация весьма сложная. Как и описывают это истории Нитхарда. Нитхард это писатель того времени, соратник Карла Лысого. Если он соратник Карла Лысого, понятное дело, настрой этих четырех книг абсолютно очевидный. Да, братья младшие хотели мира. Лотарь стремился захватить всю власть в свои руки. Значит, придется опираться на это и посмотрим, какая у нас ситуация. Значит, летом 841-го две армии соединились у города Шалон-на-Марни. Две армии. Армии Людовика и армии Карла. Значит, было подготовлено мирное предложение Лотарю, чтобы не допустить кровопролития. Значит, Лотарь, вообще увидев армию, он немножечко отступил. Братья посылают ему посольство. Вот с этими самыми мирными предложениями. Дважды он отказывается. В последнем посольстве ему вообще предлагают сокровища и даже земли. Лишь бы только он не отнял у Людовика и Карла их уделы, которые не считают своими. Людовик это как минимум Бавария, ну а Карл Лысый все западно-франциское королевство. Но условия. Если он до утра 25 июня не ответит, они начинают битву. Значит, что делает Лотарь? Сначала он сказал да, потом он, как пишут источники, нарушил клятву. Битва стала неизбежной. Эта битва произошла 25 июня 841 при Фонтенуа-Ан-Пюзе. Значит, знаменитая битва при Фонтенуа. Итак, в этой битве участвовало фактически 4 армии, которые были в парах. Армия Карла Лысого в союзе с армией Людовика Немецкого. В армии Карла Лысого и его вассалы, соответственно, неистрийцы, провансальцы. Сам Нитхард там с отрядом, автор 4 книг истории. Сенешаль Адалард, это маркиз неистрийской марки. То есть фактически, условно говоря, наместник Парижа. Не путать с тем Адалардом, который Адалард Корвейский, который уже умер в 827 году. Это был знаменитый Аббат. Адалард распространено на имя франкское. Их очень много этих Адалардов. Но вот это Адалард, который один из лидеров франкской знати. Ну, еще граф Гверин Шалонский. У Людовика Немецкого его баварцы и алеманы. Ну, те, кто, соответственно, его не предал после того, как он был исключен вообще из наследования. Лотарь и по другую сторону баррикад Лотарь и Пипин II. Значит, у него мощная армия. Это австразийцы, то есть между Маасом и Шельдой земли. То есть исконно франкское ядро. Фризы, саксы и итальянские, в том числе, войска. Аквитанцы Пипина II. Значит, битва развивается следующим образом. Сначала Карл и Людовик занимают оборонительную тактику. Они занимают холм и дожидаются атаки Лотаря. Каким-то образом источники не, так сказать, не вдаются в такие уж суперкрутые военные подробности. Происходит битва у некого бургундского ручья, где перевес не получает ни одна из сторон. Далее деревенька, местечко Бриттас. Людовик там сражается с армией Лотаря. Император обращается в Бекста. Ну, император это Лотарь, разумеется. Следующий раунд это уже Карл сражается с войском Лотаря у местечка Фагит. Карл неудобно разворачивает армию, как пишет Нитхард, открывает тыл. Значит, Пипин пытается ударить по этому тылу. Но у местечка Соленак Адалгард, тот самый Адалар, да, или Адальгард, да, по-разному можно назвать, нападает на Пипина второго. Сдерживают Лотаря. Они там и Нитхард, соответственно, огромную роль играет, собственно, сам ведет, видимо, какой-то свой отряд в бой. Одним словом, Лотарь терпит поражение и отступает. Стратегически, тактически, да, побеждают коалиция двух младших братьев. После этого красивые подробности о том, как хоронят павших, о том, как епископы, находящиеся, разумеется, на стороне Карла и Людовика, возглашают, что это совершился Божий суд, что братья, коалиция младших братьев, она сражалась за право и справедливость. Ну и теперь все, кто участвовал в битве на стороне братьев, из корыстных помыслов, они обязательно должны исповедаться. То есть здесь как бы происходит, ну, реализуется Божье соизволение, здесь нужно быть даже чистыми помыслами, чистыми помыслами в буквальном смысле. Значит, ну там разные подробности уже добавлены поэзией. Например, знаменитый поэтом Гильберт, который долгое время был одним из крупнейших деятелей культуры при дворе Карла Великого, говорит, «Это день, о котором проливается столько слез, не должен считаться в круговращении года, должен быть изглажен из памяти, не должен иметь лучей солнца и сияние утренней зари, от крови ручей и болота стали красными, а поля вокруг побелели от одежды убитых». То есть Нитхарт и поэты, они в этом схожи, говорят об этой битве как очень кровавой. И это не свойственно для средних веков. Ну, как принято считать, все, кто пишет энциклопедии там по военной истории в разделе средних веков, всегда говорят, вот, в шибке рыцарей, да, и с желанием взять в плен за выкуп. Здесь реально резня. Ну, так описывают источники, мы как бы, нам приходится в данном случае и верить. Значит, что происходит после битвы, битвы при Фонтенуа? Людовик движется к Рейну, Карл движется по Луаре. В этот момент из-за квитании приходят вести старый добрый Бернард Септиманский, если помните, это фаворит Юдифи, человек, который несколько раз менял сторону, я бы назвал его непотопляемым, вместе со своим, с подвижником Вильгельмом. Они отправляют посольство Карлу с обещанием привести, ну, своего сюзерена Пипина II к покорности. Это, разумеется, была политическая игра, они много раз еще смену поменяют в сторону. Аквитанцы отказались присягать Карлу. Карл понимает, они победили лотаря, проблема не исчезла. Его собственные владения, по сути, раздроблены. Да, квитании не хочет подчиняться Карлу. Западно-франциское королевство, по сути, как разломленный кусок чего-то. Значит, кроме того, лотарь включает, ну, скажем так, извините за современный термин, пропаганду и пускает слух среди франциской знати, что вообще-то Людовик тяжело ранен, а Карл вообще убит был в результате битвы. Ну, сами понимаете, информационные технологии были не очень сильными в то время, и вполне, наверное, лотарю мог кто-то поверить. Что же происходит дальше? Выясняется, что лотарь собирает совет в Тианвиле, то есть в своих владениях, и планирует напасть на Карла. Значит, Карл, чувствуя, что квитание не за него, еще раз просит помощи у Людовика. Им казалось, что, в общем, лотарь побежден, может быть, дело закончено. Но им снова нужно объединяться, они снова шлют посольству к лотарю. Нитхарт все время подчеркивает, вот, инициатива от братьев, они хотят мира, хотят мира, постоянно это подчеркивают. Но, с другой стороны, не хочу никаких теорий выдвигать, ну, подчинись они лотарю, все, мир. Но, вот, тогда бы не было бы всех этих красочных подробностей войны трех братьев. Значит, посольство к лотарю, значит, его предостерегают. Там многие епископы под этим посланием подписались, собственно, епископы в самом посольстве присутствовали, епископы, духовные авторитеты. В то время их роль очень возрастает. Значит, они говорят, что они предостерегают лотаря. Лотаря, они напоминают, что Людовик им завещал братскую любовь. Соответственно, лотарь идет на переговоры, даже намекает, что он, возможно, отставит Пипина второго и не будет поддерживать его притязание на квитанию. Но Нитхарт пишет, что у лотаря были тайные помыслы. Значит, и лотарь в итоге отказывается от своих обещаний и соединяется с Пипином. Хотя Карл ему предварительно предложил следующее, что собраться нужно и решить, как вообще распределить земли в этой империи. В конце зимы 1941 года Карл отвлекает ситуацию, когда его сестра Хильдегарда в городе Лане зачем-то арестовывает какого-то вельможу Адаларда. Но это совершенно не тот из Адаларда, который был до этого, да, какой-то местный представитель знати. И город Лан возмущается. Карл приходит сюда ехать, успокаивает свою сестру. И, в общем, он потратил время. Этот эпизод важен именно поэтому. Зима, декабрь, проходит, наступает 1942 год. И 14 февраля Людовик и Карл встречаются для своего главного действия, знаменитой Страсбургской клятвы. Клятва в городе Страсбурга. Первый источник, написанный на, условно говоря, романском языке, близком к будущему уже среднефранцузскому. И на второй язык, на котором клялся, собственно, Людовик немецкий, это, ну, исследователи по-разному говорят, либо тевтонский диалект, да, либо тевдийский, да, там разные варианты. То есть, прообраз будущего средненемецкого языка. Да, то есть, это впервые до нас дошел документ, документ, помещенный, собственно, в истории Нитхарда, да, написанный не на латыни. Это очень, так сказать, примечательно. Ну, конечно же, в этих клятвах они клянутся, что будут в братской любви. Там даже такая фраза звучит, вы не сомневаетесь в нашей верности и братской любви. Они обращаются не только друг к другу, но и к людям друг друга, к вассалам друг друга, что очень важно. Роль вассалов, роль аристократии, она по-прежнему возрастает. Значит, Нитхард говорит, холодная зима, комета, знамения, значит, явно что-то надвигается серьезное, да. Конечно, такой кровавой битвы, как при Фонтенуа, уже не будет, но война явно входит в какую-то свою важную фазу. Параллельно происходит такое событие, оно, в общем, для того времени не было чем-то примечательным. Происходят некие военные состязания между Людовиком и Карлом, да. Они сходятся в таком дружеском поединке на конях, с копьями. Многие историки военного дела считают, что это прообраз будущих рыцарских турниров. Но, как минимум, это военное состязание впервые не ради, как бы, забавы, да, и не ради кровавого зрелища, а ради реально тренировки. Вот в таком состязании между Вормсом и Майнцем участвуют Карл и Людовик. В тот момент приходят сведения, что Саксы, ну, всегда очень спокойный регион, переходят на сторону братьев. То есть, у Людовика немецкого получается еще, видимо, несколько воинских контингентов. В марте происходят ключевые события. Они переходят реку Мозель, преследуют Лотаря. Епископ Майнца, Отгар и лотаринские вельможи бежали из стана императоров, поняв, что братья, видимо, одолевают. Лотарь добирается до реки Рона, братья входят в Ахен, забирают, таким образом, древнюю столицу Карла Великого. В Ахене собирается суд епископов, которые, так сказать, были в свите Карла и Людовика, где они объявляют торжественно, что Лотарь лишен своих владений. Параллельно происходит такое забавное событие. Лотарь распиливает на куски серебряный стол Карла Великого. Как бы, видимо, вероятно, хочет пустить серебро на какие-то другие нужды. Ну, как бы символический такой момент, на мой взгляд. Значит, королевство Лотаря, как говорят епископы, передано братьям. Да, Лотарь себя не оправдал. Он нечестивый правитель. Саксония начинает что-то раскалываться вдруг. Снова они дрогнули. Значит, некоторые саксы заняли сторону Лотаря, некоторые Людовика. Лотарь много обещает, он отправляет уже ответные письма, раздает земли своим людям оставшимся и обещает вернуть старые порядки. Все, как было при отце. Значит, Лотарь, в чем обвиняют его еще, да, епископы, а также Карл Людовик, что он потворствует норманам, к этому мы еще вернемся, да, к нормандским нашествиям, не защищает, как нужно, францкие владения от захватчиков. Нерезается. Ну, безусловно, с точки зрения Карла и Людовика. Действительно, норманно опустошает именно его владение. Квинтовик, такие города, как Гамвик и Нортунвик. Лотарь позволяет этому совершаться. В конце концов, братья встречаются в Труа. Послы говорят, что Лотарь все осознал. Ну, Лотарь приходит туда, соответственно, кается. И братья предлагают следующий проект раздела империи. Восточную часть, главным образом, Баварию, Саксонию, Тюрингию, Алиманию. Все это переходит к Людовику. Весь запад, Нейстрия, Квитания переходит к Карлу. Лотарь получает, собственно, будущую Лотарингию. Лотарь получает все земли по Рейну. Лотарь получает Италию. Все оптимально. Лотарь не согласен. Они немножко увеличивают его владение. И в конце концов, в июне 43-го города Макон, на острове Ансилла, происходит клятва уже трех братьев. Ну, это просто факт, да. Это не названо так красиво, как Старосбургская клятва. Но они клянутся друг другу уже по-настоящему в братской любви. И подчеркивают, что в проект раздела империи они включат решения своих верных, верных фидолис. То есть, их герцоги, графы, их вассалы тоже будут принимать участие во всем этом и выскажут. Ну, понятное дело, потому что они же должны знать, кто будет их сувереном. Ну, после этого они должны отдохнуть после всего. Удаляются каждый в свои владения. Причем Лотарь охотится в Ордемском лесу, как любил делать его отец Людовик. Значит, тем не менее, между ними беспокойство. Они все-таки что-то недорешали, да. И в связи с этим договариваются о комиссии из знающих людей, авторитетных 110 человек, которые поймут, как все-таки нам делить империю. И дело, конечно, передается еще епископам отдельно, которые скажут об этом свое мнение. И самое главное, нужно разослать гонцов по всем владениям францским для изучения империи вообще, как стоит правильно ее делить. Значит, в итоге они дают уже последнюю клятву в Тианвиле, снова разъезжаются. Значит, Лотарь, причем на этот раз уже отправляется в Ахен, то есть он уже чувствует себя более уверенно, да, он возвращается в свою столицу. Ну, Людовик в Баварию, где подавляют очередной мятеж, у него всегда там проблемы на севере Германии. Ну, а Карлу везет больше всех, ну, он такой реально вот счастливчик такой, да. У него свадьба, у него свадьба в Керси, у него новая супруга Ирмингарда. Это племянница того самого Адаларда, Синишали Адаларда, маркиза на истрийской марке. Ну, буквально в случае, ну, реально золотой ребенок, да, из всех троих. Золотая молодежь. Ну, да, буквально в случае, ну, как бы ему, понятное дело, почему мы так знаем о нем много, потому что, ну, о нем пишет Нитхард, его соратник, да. Карл в Эквитании, на нем, конечно, концентрируется внимание, он там пытается привести к покорности людей Пипина II. Суровая зима, всегда погодные условия, они сопровождают в средние века вот нарастание вот этого напряжения в хрониках, в аналах. Значит, ну, и в конце концов, в 843 году, 10 августа, в городе Вердене, то есть, в самом сердце владения лотаря, происходит Верденский раздел. Все, как договорились, там незначительные территориальные увеличения у лотаря, ему пошли на уступки, собственно, земли по Рейну, между Маасом и Шельдой, территория нынешней, действительно, Голландии, Бельгии, собственно, область, которая получит название Лотарингия, буферные зоны долгое время, да, между Францией и Германией, будущей, разумеется, Францией и Германией, таких слов еще не было. Вот, Италия и Прованс, кстати, тоже находятся во владениях лотаря. Значит, Карл получает Нейстрию, то есть, весь запад нынешней Франции, получает Аквитанию, ее юго-запад. Людовик получает исконные немецкие племенные земли, Саксония, Тюрингия, Алимания, Бавария. Соответственно, все счастливы, все довольны. Верденский раздел удовлетворил всех, соответственно, все стороны и довершил раздел империи на отдельные регна, королевства. Но нужно понимать, что никто никуда не делал императорский титул, лотарь оставался императором, в его руках был Ахен, символ имперского величия франков, и братья считали его за старшего. Они официально как бы с этим согласились. Империя продолжает жить, но мы прекрасно понимаем, что она уже раздробленная. Лоскутная, совершенно верно, раздробленная. С этого момента начинается жизнь францских земель в рамках вот этих отдельных королевств. Стоит посмотреть с самого старшего, с лотаря, что же происходило там у него. Значит, после того, как он получает свои вот эти земли, лотарь не ведет активной политики. В 844 году он, скажем так, собирает своих фиделей, верных магнатов на съезде в Тианвиле. Множество раз встречается с братьями, где подтверждает мир и братское согласие между ними. 847-й, 851-й, встречаются они в городе Мерсен, это все лотаринги, да, такие классические францские земли. Коблинс в 848-м, в 853-м году он встречается с братьями в Льеже. Но, по сути дела, лотарь. Мы, к сожалению, мало о нем знаем, ну, потому что для источников он стал антигероем. Да, на антигероях не любят концентрироваться в средние века. Концентрируются только в моральном плане, а не плохие. Вот она, сила информационного воздействия. Сформировали образ. Да, мы не можем вылезти. От рискудости источников в средневековое время. Вот как один человек написал, так мы и воспринимаем. Совершенно верно. Хотя было, скорее всего, совершенно иначе. Да, но подробности мы уже никогда не узнаем. Во всяком случае, мы точно знаем, что лотарь думал о каких-то своих, может быть, прошлых поступках. Он закончил жизнь в монастыре приумском. Да, вроде бы, как бы стандартный конец жизни для христианского монарха тех времен. Но можно предположить, да, что он все-таки о чем-то думал. Что, ну, по крайней мере, у него была душа, возможно, которая была тронута всеми этими кровавыми событиями. Однако он передоверил управление своими владениями, по сути, сразу же своим сыновьям. Значит, надо начать с его среднего сына, Людовика II. Будем называть его император Людовик II, потому что он, вслед за лотарем, унаследует титул. Значит, Людовик II начал свое самостоятельное правление в 844 году и получил в удел, скажем так, в управление Италию. На тот момент ему было 22 года. В общем-то, для единоличного правления рановато, но для первого опыта вполне адекватный возраст. Мы помним, как рано сам Людовик Благочестивый начал править в Эквитании. Значит, в 844 году он становится королем Италии, в 850 году он становится императором. Его красиво коронует папа Сергий, значит, и производит роскошный прием новому императору Запада. Сразу скажу, что император Запада удобный термин, но не аутентичный. Это как бы французские историки его придумали, чтобы, ну, как-то проще было понять, что явно уже не император франков, потому что французские королевы снова император Запада, да, хорошо звучит, как бы сразу отделяя византийский императорский титул от западного. Можно вопрос попутно? А как Византия относилась вот ко всем этим событиям? Византия... Понажала ли она, так сказать, признавать этот титул? Или им казалось, что это уже совсем какие-то странные, нелегитимные императоры? Вы знаете, Византия... Какие-то такие кукольные... Скорее всего, второе. Дело в том, что Византия совершенно верно смотрит с высоты своего величия, да? Там постепенно приводится в порядок всё после долгого периода иконоборчества. Вскоре придёт в власть очень значимая историческая персона Василий I Македонянин. И там смотрели снисходительно. Но, в принципе, тоже отношение было и в начале IX века. Просто там за Карла Великого говорили, условно говоря, копья и мечи, да? А сейчас уже эти франкские монархи, они своими проблемами заняты. И, ну, в византийских источниках по-разному там описывается, там, как бы царь франков, там по-разному, в общем. Император для них это не... Ну, формально они признают, но... Игрушечный. Да, да, скорее всего так. Они же признают титул только в 812 году, признают титул Карла. Да, а война-то началась вообще в 801 уже между Византией и Францией. Ну, там вот это всё, брак Ирины, мы с вами это обсуждали. Значит... Да, да, да. Вот, они, то есть, они только через 10 лет признают. Но они в источниках его кесарем называли или как? Нет, практически никогда. По крайней мере, в хрониках византийских я такого не помню, чтобы они называли. Скорее всего, они называли царь. Архонт. Правитель, да, Архонт, да, Архонт, вот-вот-вот-вот, совершенно верно. Так, значит, Людовик II, ему повезло. Повезло как бы с двух сторон. У него был очень жаркий регион, где он мог себя проявить. Это Италия. Дело в том, что в 846 году на францкие владения Италии первый раз нападают арабы. Значит, чтобы мы понимали, о чём идёт речь, нам стоит обратиться к информации об этом гордом и имевшем огромное историческое значение народе, который уже с 7 века проводит свои огромные завоевания под зелёным знаменем ислама. Значит, после экспансии 7 века, в 8-м, уже после сильного нажима на Византию, арабы постепенно становятся хозяевами восточного Средиземноморья. Значит, их цель на Западе – это Сицилия и Южная Италия, откуда, безусловно, стоит, по их мнению, выдавить византийцев, которые всё ещё находятся там. Значит, уже в 740-е и 750-е годы арабы множество раз атакуют город Сиракузы и вообще пытаются захватить всю Сицилию целиком. Более того, с 1806 по 1821 годы арабы множество раз атакуют Сардинию и Корсику. Значит, в 812-м взяты уже такие города, как Гаэта, Амальфи, это Эмир Абдалла I, значит, Эмир и Фрики, как назывались африканские владения арабов. Но флот не дошёл до Сицилии, он, предположительно, был уничтожен штормом, но арабы захватили несколько соседних островов. В конце концов, они приходят к соглашению между византийским наместником Григорием и Эмиром. Эмир, собственно, тут самый Абдалла I и Григорий договариваются о том, что будет свобода торговли между, собственно, арабскими и африканскими территориями и Италией. Однако в 19-м году они совершают новое нападение, всё-таки арабы на Сицилию снова нападают, и дальше происходит некий перерыв. В 840-м году они покушаются же непосредственно на континентальные владения, захватывают торрент, делают его базой для нападений на византийские территории. Напоминаю, что Италия пока ещё не франкская, да, юг Италии, византийский, там реально византийские наместники, там реально византийская власть. Значит, в 854-й нападают на Салерно, и это уже всё больше угроза непосредственно Северной и Средней Италии, в которой хозяйничают франки. И в 847-м году происходит ключевое событие, захвачен город Бари, и арабы основывают там своё государство, Барийский Эмират, который формально подчинялся к халифату, но, по сути дела, был таким независимым, независимым государственным образованием. Значит, там было три эмира. Кальфун, Мутарак и Бансалам, и он интересен именно тем, что он попросил у халифа сделать его вали, то есть местным правителям, то есть подчиняющимся халифу. То есть как бы подчеркнул, что владение в Италии – это продолжение великого арабского халифата. Последним третьим эмиром был Савдан, и он начал уже впервые вторжение на территории франкские. А мы напомним себе, что франкские территории в Италии – это герцогство Беневент и Спалетта, то есть, условно говоря, Средняя Италия и значительная часть Южной Италии. Значит, вот здесь как раз-таки императору Людовику II можно было себя проявить. Значит, в 1950 году он борется, проводит несколько военных стычек с арабами в Беневетском герцогстве, значит, и неудачно саждают Бари. Отбить город у Сарацин не удалось. Значит, его очень поддерживают епископы, в том числе не из его владений, его поддерживает Хинкмар Реймский, это ключевой епископ Западно-Францкого королевства, один из главных духовных авторитетов, если останется время, обязательно о нем за это поговорим. Значит, и в конце концов в 1867 году ему удается отвоевать Капую после месячной осады и, соответственно, одержать еще ряд побед в Апулии. Значит, в 869 году целый, так сказать, триумфальный рейд по Южной Италии взят город Матера, Неаполь, Солерна и весь Беневент практически освобожден. Остался только главный оплот мусульман, это город Бари. И в 871 году эта эпопея заканчивается, город Бари-Пал, причем параллельно что произошло? Объединились с византийцами. Это, так сказать, редкий случай, но, видимо, и та, и другая страна посчитала арабов самым главным врагом, от которого сейчас нужно избавиться, выдавить из Италии и потом уже получать какие-то собственные выгоды. Союз Людовика II и Василия Македонянина оказался прочным. Одним из требований было то, что между ними должен быть заключен династический брак. Соответственно, сын Василия должен был взять дочь в жены одной из дочерей Людовика II. Значит, тут был привлечен Ламберт II, граф Спалета, который должен был со своим воинским контингентом участвовать. Но после победы не особо торопился заключать династический враг Людовика II, что, разумеется, Василия Македонянина возмутило. Но долматский флот, флот Византии, поучаствовал в разгроме. Ну, как поучаствовал объективно, наверное, он сыграл очень огромную роль, учитывая силу арабского флота и отсутствие франков вообще такового. В конце концов, 869 год это освобождение всего Беневенского герцогства и в 871 году Барри окончательно пал. Арабы были изгнаны и красиво, да, Савдан, эмир Савдан был привезен в цепях в, так сказать, в Спалета. Вот, поэтому арабы были выдавлены из Италии совместными усилиями франков и византийцев. Безусловно, они туда еще вернутся, но это уже другая история, восходящая за рамки нашего периода. Одним словом, Людовик II, один из тех отпрысков, отпрысков уже внуков, получается, да, внуков Людовика Благочестивого, который получил высокую оценку аналистов за то, что боролся... Которого не стыдно. С неверными, совершенно верно, за которого не стыдно. Например, Андрей Бергамский, хронист, очень высоко оценил борьбу Людовика II с арабами. Ну, у него не все всегда было хорошо, потому что он, тем не менее, вступил в конфликт с папой Николаем I из-за того, что поддержал, ну, как бы молчал, условно говоря, во время развода, сейчас мы будем в этом говорить, развода Лотаря II, это своего брата. Значит, ну, и был у него случай, когда он был предан одним из своих графов, герцогов, извините, герцогом Адельгизом, и вынужден был обороняться в одной из башен Спалета три дня. Ну, разумеется, скорее с каким-то отрядом, вероятно, да, в общем, его пытались захватить там спящим, там такие, так сказать, драматические истории, в конце концов он выдержал эту оборону, вышел из Палета, соединился с основными силами, и герцог Адельгиз был наказан. Красавчик. Ну, да-да-да, просто вот у него был тяжелый момент такой, значит. Молодец. Так, и... А как у него складывались отношения со своими двоюродными родственниками, или не было ли у него поползновений возродить империю под свои... Ну, то есть, понятно, что он... Нет, Людовик II был исключительно сконцентрирован на итальянских проблемах, у него точно не было ничего подобного, хотя он как бы, ну, в общем, считал себя важной фигурой, да, то есть, в связи с наличием у него титула, да, после, уже после того, как Лотарь первый все, отходит от дел, да, значит. Но его сложно назвать амбициозным, он реально вот как бы по фактам таким простейшим, он старательный и очень упорный, Людовик II. Другой младший брат, младший брат, младший сын, извините, Лотаря I, Карл, ему не повезло вообще. Это, получается, сын Лотаря, да, у Лотаря I тоже как бы есть сын Карл, да, не знаю, в честь ли своего заклятого друга Карла Лысого назвали, но, тем не менее, пускай был великий предок, и слово, и имя Карла, оно было, естественно, популярным. Династический, разумеется, да. Ну, чтобы мы не путались, он, его можно назвать Карлом Провансальским, потому что он был поставлен править именно Провансом, одной из частей владений Лотаря I. Во-первых, он получил нелестное прозвище Карл Эпилептик, у него была вот эта неприятная болезнь, и он не мог нормально править, и, соответственно, за него правил один из графов, Жерар, граф города Вьен, Жерар Вьенский. Значит, и надо сказать, это был достаточно талантливый временщик. В частности, он, как только Лотарь I умрет, и Лотарингию наследует Лотарь II, его старший сын, он сразу же спокойно признает, ничего не спрашивая у Карла, понятное дело, что он был не совсем здоров, и ему не было ни до этого, он признает Лотаря своим сюзереном, чтобы, соответственно, не возникло никаких таких династических новых перипетий. Далее, Жерар в 860 году разбивает норманов, вторгнувшись в эквитанию по реке Рона. Далее он защищает город Макон от попозновений Карла Лысого, когда, так сказать, тот решает покуситься на провансальские земли, пользуясь тем, что его тезка и племянник, ну, как бы не очень дееспособен, мягко говоря. Значит, и, в общем, вот этот Жерар Вьенский, конечно, фигура крупная, да, то есть он реально принял на себя все время власти, по сути, был регентом, да, при болезненном Карле Провансальском, значит, подавил несколько мятежей и, одним словом, играл важную роль во всех этих событиях. Значит, но, в конце концов, в конце концов, Прованс уйдет под власть, ну, будет разделен между братьями после смерти Карла, потому что, ну, Жерар, конечно, силен, Жерар влиятельен, но он не имеет права это наследовать, он всего лишь временщик, да, а у Карла Провансальского, понятное дело, детей не было. Значит, в конце концов, Провансаль разделен между Лоттерем Вторым и Карлом Лысым. Значит, это что касается среднего и младшего сыновей Лоттера Первого, но в последней очереди мы должны перейти к старшему сыну, но он так получал, что он ждал своего шанса, потому что он должен был наследовать главный домен, да, он должен был наследовать Лоттерингию, и это произошло только, получается, в 855 году. Он наследует это Срединное Королевство и начинает свое самостоятельное правление. Лоттерь Второй фигура, ну, говоря современным языком, что скандальная, потому что все его правление, правление это бракоразводный процесс. Ну, это неплохо. Светская хроника того времени. Безусловно. Причем... Много уделяло внимания. Даст... По формате сплетен, видимо, каких-то придворных. Да-да-да-да-да, даст фор очень многим, я думаю, современным историям из современных светских хроник. Значит, итак, в 855 году Лоттерь, после того, как почувствовав приближение смерти, его отец Лоттерь Первый ударился в монастырь в городе Прюм. Собственно, в 855 году происходит два события. Ну, во-первых, принимает власть Лоттерь Второй. Во-вторых, получает, собственно, Лоттерингию и часть Прованса. Значит, и женится на Теутберге. Теутберга — это дочь графа Хукберта, граф трансюранской Бургундии. Значит, он контролировал... Важный, очень важный аристократ. Он контролировал альпийские перевалы, по сути, и проходы в Италию. То есть, это очень серьезный такой династический брак. Брак, сближавший с бургундскими знатными родами. Но через два года что-то не заладилось. Лоттерь будет говорить, что она как бы бесплодна. Да, и он реально с ней не имел наследников. Но это как бы его сторона так говорит. Значит, во всяком случае, факт нам известен. В 1857 году он начал постепенно пренебрегать своей женой и завел себе любовницу в Альдраду. А вот девушка, она же была из влиятельной семьи. Нам неизвестно, какую точку зрения излагала женская сторона. Женская сторона излагала, что муж изменник. Как бы здесь все очевидно. Детей нет, потому что пренебрегает. Да, да, ну мы уже никогда не узнаем, что там было на самом деле. Во всяком случае, Лоттерь II, как как бы венциносный монарх, он инициирует бракоразводный процесс. Хукберт, разумеется, был оскорблен. Отец Таутберге. Естественно, но бракоразводный процесс, насколько я понимаю, возможно только согласие папы. Согласие папы, но учитывая, что папы тогда не очень авторитетные, Лоттерь пытался хитрить и обойтись силами своего лотеринского епископата. Это его потом подведет, мы сейчас это увидим. Значит, Хукберт пытается отобрать те владения, которые как бы с приданным перешли к королю, к Лоттерю II. Ну правильно. Значит... Раз пренебрегаешь, и давай назад. Безусловно. Более того, развязывается между ними война. Лоттерь II идет войной на своего вассала, на своего, получается, зятя. Но Хукберт, граф Непромах, он отражает три нашествия в 858 году. Соответственно, Лоттерь привлекает своего брата, Людовика II. Ну, как не привлечь брата в такой ситуации? Брат всегда поддержит брата, как думал Лоттерь. И действительно, Людовик Италийский, тот самый император Людовик II, о котором мы до этого говорили, он объединяется с Лоттерем против Хукберта. Графу совсем становится тяжело. Значит, естественно, Людовик в накладе не останется, ему дают монастырь, несколько монастырей. Значит, Людовик посылает Конрада II, графа Асера, против Хукберта. В конце концов, Хукберт ведет несколько сражений с коалицией двух, по сути, королей. Ему, естественно, очень тяжело. Ну и, к сожалению, для рода Теутберги, да, ее отец Хукберт погибает в сражении при Орбе. Ну, а Конрад, который Конрад графа Асера, он получает преференции за свое участие в борьбе с одним из своих конкурентов, да. Конрад основывает марграфство в Верхней Бургундии. То есть, грубо говоря, Лоттерь просто-напросто силовым способом решил заткнуть, извините за такую фразу, заткнуть семейство Теутберги. Потому что его ничего не интересует, ему не интересна эта женщина, у него есть Вальдрада, и он хочет развестись. Вот тут начинаются очень серьезные вещи. Значит, тем не менее, несмотря на вот этот весь пыл Лоттеря Второго, епископат Лоттеринги его не поддержал. Более того, сказали, а это же все как бы империя формально, да, есть сообщество епископов, есть Хинкмар Реймский, есть епископа Людовика Немецкого, и они все ему как один говорят, что он неправ и должен вернуться к жене. Это христианский брак. Это освященное таинство. Значит, Теутберга оправдана, ну там, кстати, ее он обвинял в том числе, что она изменяет ему, вот, это тоже очень важный момент. Она оправдана и возвращается ко двору. Ну, Лоттерь Второй, очень принципиальный человек, он не хочет с ней сходиться. Ну, она при дворе, но он ей продолжает пренебрегать, как говорят источники. Она боится, что она ему яда теперь подсыпет. Не исключено. Мало ли что, после таких-то оскорблений. В 861 году она бежит к Карлу Второму Лысому, но ничего не подумайте, она бежит, чтобы просить у него защиты. Вот, просить защиты у дяди. Соответственно, Хингмар Реймский, разумеется, поддерживает Теутбергу. Значит, все ее, в общем-то, поддерживают, кроме одного человека, ее мужа. Значит, Лоттерь вообще идет на очень жесткий поступок. В Ахине, вдумайтесь, в Ахине он женится на Вальдраде. То есть, не расторгнув тот брак, он заводит себе, по сути, новую жену и коронует ее королевой. То есть, он явно идет на обострение. Он, кстати, ничего не интересует, вот то, что там епископат против него идет. Лоттерь Второй гнет свою линию. То есть, у Генриха Восьмого был предшественен. Вполне возможно. Значит, 863 год, это собор в Меце. Все-таки Лоттерю удается перетянуть часть лотеринских епископов на свою сторону. Они подтверждают этот новый брак. Но нашелся смело человек. Эд из Вьена. Значит, Эд, граф Вьенский, оспаривает это решение. А вьенские графы, это очень влиятельные люди. Вьенские графы, я так понял, вообще были парнями, не промах. Ну да, значит, Жерара вспомним, да? Значит, вмешательство. Начинается вмешательство. Самых высших сил в христианском мире. В бой вступает Папа Николай Первый. Значит, Николай Первый фигура, выбивающаяся из ряда римских понтификов того времени. Нельзя сказать, что в 840-е, 50-е, 60-е годы какие-то сильные папы авторитетные, как это было при Карле Великом, там Адриан, там, например, Адриан Первый, или тем более в какие-то ранние средневекового времена Григорий Великий. Нет, это папы, которые прагматичные, они думают о выживании. Против арабов им может кто помочь? Франки и византийцы. Они лавируют. Они особо не стремятся подчеркнуть, вот вы слуги апостольского престола. Нет, у них спокойная риторика в отношении всех францких королей. Хотя, понятное дело, что между ними, ну, среди них разные люди, да, среди этих францких королей. Но вот Николай Первый, это человек, закованный в принципы. Вот он видит, что делает лотарь, и он вмешивается, говоря свое слово, что лотарь даже пусть не смеет дальше ничего делать, иначе ему пойдут уже отлучения от церкви, он потеряет благоволение святого апостольского престола. Значит, ситуация явно накалилась, потому что Николай Первый объявил собор в Меце недействительно. Лазаринский епископ не имеет права решать вопрос, только я, Папа Римский, буду решать этот вопрос. Что происходит дальше? Лотарь снова торжественно помирился с Таутбергой в 865 году, удалил Вальдраду от двора. Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, видимо, Николай, это сыграло огромную роль, что именно Папа вмешался. Но давайте скажем честно, францкие епископы, после того, как они уже тоже пригрозили всяческими карами, и самое главное, божьи кары лотарью второму, тоже имели огромный вес. Даже Хинкмор Римский, наверное, больше вес имел, потому что его риторика стала жестче. Николай Первый был необходимой помощью духовным авторитетам своим, помог францкому епископату образумить лотарью второго. Он воссоединяется со своей женой, Вальдрада должна была отправиться в Рим, чтобы покаяться за то, что она участвовала в этом гнусном деле. Покаяться, но она не доезжает до Рима. Ее возвращают некие люди, возвращают к королю лотарью второму. Просто реально детектив, мелодрама. Такой вопрос. А за Вальдрадой не стояла никакая политическая группировка? Ничего об этом неизвестно, спекулировать не буду. Вот как бы факт остается фактом. Значит, женщина, она была, в общем, происхождение низкого. Нам стоит столько гадать, почему такая история долгоиграющая стала возможной. В конце концов, лотарью второму повезло. Умирает Николай Первый. Следующий папа, Адриан Второй, более сговорчивый. Лотарь едет на переговоры. К Адриану Второму тот уже почти соглашается. Созван собор в Риме. Лотарь Второй умирает. В Пьяченце. В 869 году. Сложная фигура. Сложно ее как-то оценивать с точки зрения политики. Потому что, ну, политики, как вы понимаете... На что потратил жизнь человека. Мало нам что известно о его конкретных политических... Части было так низко. ...государственных... Не можем судить его каких-то государственных действиях. Значит, от Вальдрада. У него три дочери от Вальдрада. Внимание. Нет, они официально же от Таутберги. И один сын Гуга. Который, разумеется, сразу объявлен незаконнороженным. Тут... Бастард. Да. Тут вопрос, да. Почему они все молчали? Вот. Я имею в виду Людовик Второй. Почему? Ну, это же ему помог. Вот за это его Николай Первый очень любил. То есть, боролся с этим графом Хукбертом, отцом Таутберге. Да. Значит, молчал Людовик Второй. Далее. Карл Лысый смотрел, что будет. Но в большей степени все-таки шел за Хинкмаром. И, наверное, Карл Лысый один из самых порядочных в отношении там священного значения брака. Да, он как бы поддерживал Таутбергу. И она у него, собственно, два раза она была у него. Да. Под его покровительством, под его защитой. Людовик Немецкий вел себя так, тоже. Примерно как Людовик Второй, его тезка. Да, то есть, непонятно. Вот. Историки давно уже сказали свое слово по этому поводу. Разные исследователи говорят о том, что им было выгодно, чтобы не было у него законных сыновей. Поэтому они затягивали свое мнение. Потому что они тогда смогут, извините за прямоту, распилить Лотарингию. Если все останется как есть. Поэтому им важно было затягивать этот бракоразводный процесс. Вот отсюда и из таких обстоятельств сложилась эта драматическая история личной жизни Лотаря Второй. Надеюсь, мы не утомили, так сказать, наших зрителей. Нет, наоборот, это просто триллер. Здесь политики нет никакой. И, собственно, Каролинской империи здесь тоже нет никакой. Значит, Людовик Немецкий. Перемещаемся на восток, в немецкие земли. Значит, в 824 году, еще когда Людовик благочестивый, его отец был в силе, Людовик, которому было 20 примерно лет, уже подавлял с отцом мятеж Гвиамарха. Это Гвиамарх, Гвиамарх это бретонский правитель. В 826 он начал самостоятельно правление в Баварии. 37 лет, это тот возраст примерно, когда он, ну, по-разному, просто там две даты, 804 или 805, когда он родился. 37 лет примерно ему было, когда он стал единоличным королем, ну, вот по верденскому разделу. Солидный возраст, то есть, как бы, по идее, у Людовика Немецкого был опыт. Значит, о нем источники скудны, говорят. Мы не можем что-то рассказать такого вот воинского, доблестного, как Людовика II. Мы не можем влезть подробно в личную жизнь Людовика Немецкого. К сожалению, большинство его мероприятий так или иначе не были удачными. Значит, в 858 году он пытался вторгнуться в Западно-Франциское королевство, когда конъюнктура стала такой, что против Карла Лысова встали многие его вассалы. Ну, там подробно сейчас поговорим об этом. Там завязано было в основном то, что он сына своего малолетнего посадил править Нейстери. И это возмутило вассалов, что, как бы, история повторяется, очередной малолетний правитель, от которого непонятно что ждать. Ну, и Людовик Немецкий решил поживиться за счет своего брата. Хотя мы знаем, что у них был в свое время союз, но, видимо, это такое время. Время переменчивых нравов. Значит, ну, это неудачное было вторжение, потому что тот самый Хинкмар, о котором мы столько говорили, снова мобилизовал францкий епископат и подчеркнул, что братья должны быть в братском согласии. В 860 году в городе Коблинс они собрались и восстановили границы и отказались от взаимных претензий друг другу. Значит, и договорились о главном. Значит, Лотарь II явно, скорее всего, закончит свою жизнь без официальных наследников, ну, потому что у него вот этот вот с Вальдрадой, Таутбергой драма, да. И, соответственно, они договорились в Коблинце о том, что они вдвоем разделят Лотарингию, как только Лотарь II умрет. Значит, в 869 году Карл Лысый поступил хитрее. Не предупредив Людовику, он вошел в Лотарингию и занял Ахен. Это, естественно, брата разозлило. Значит, он пришел туда со своим войском. Карлу Лысому пришлось уступить. Значит, ну, тоже, кстати, все-таки победа у Людовика Немецкого. Значит, в 865 году он поступил, по примеру своего старшего брата Лотаря I, он тоже разделил земли, свои владения между своими сыновьями. Между, значит, Карломаном, это его старший сын, Людовик-младший, средний сын, и Карл, младший сын, будущий Карл Толстый, о котором, я надеюсь, мы будем говорить в следующих наших выпусках. Значит, ну, что вот историк Голдберг дает, Эрик Голдберг, какую он дает характеристику вообще Людовику Немецкого, как он строил свою власть, что Людовик Немецкий как раз тем и был хорош, что он не строил амбициозных проектов, он опирался вот на эту дружинную среду, на отношение личной зависимости со своими графами. Поэтому мы ничего не знаем о его конфликтов с вассалами при всех вот этих проблемах. Да, были конфликты с сыновьями. Значит, следующим образом. Значит, Карломан поднял мятеж против отца, ну, потому что там нет у нас никаких подробностей, видимо, хотел земель побольше. Значит, Карломан получил Баварию, то есть исконные земли, принадлежащие Людовику Немецкому, в 865 году. Значит, Людовик-младший получает Франконию, Саксонию, Тюринги. То есть, как и Лотарь I, по сути дела, Людовик Немецкий распределяет земли между сыновьями. У него, по сути, остается только номинальный титул. Значит, в 871, когда вот произошел этот дележ Лотаринги, между Карлом Лысым и Людовиком Немецким, сыновья Людовика возмутились, почему им ничего не перепало. Еще один мятеж, где снова идет на уступки и дает Людовику-младшему в Фрисландию. В общем, вот таков Людовик Немецкий, который провел свою жизнь вроде в спокойствии со своими вассалами, да, никаких серьезных конфликтах в источнике нам не рассказывают, но у которого он не знал, как делить свою территорию, потому что он всю жизнь был обделен, по сути дела, вот с тех пор, как у него возник конфликт с отцом, с отцом мы помним, что этот раздел его не упомянул, здесь на него плюнули буквально, и вот над ним как бы давлеет это. Ну и в конце концов он распределяет между своими сыновьями земли, чтобы все были удовлетворены. Мы переходим к главной части, к правлению... К Карлу нашему. Да, наиболее насыщенному событиями. Это правление Карла Лысого. Значит, Карл Лысый, сразу хочу сказать по поводу прозвища, да, все вот эти клички, да, все вот эти забавные прозвища даны гораздо позже всем. Когда писались хроники уже классического средневекового, 11-12 века, вот у Адемара Шабанского Карл назван Лысым, соответственно, мы не знаем ничего о его внешности, просто знаем, что к нему спустя время приклеилось такое прозвище. В хрониках Каролинского времени никто его Лысым не называл, он просто Карл. А у него было прозвище? Нет, нет, он просто Карл. Значит, и здесь надо что сказать, что под таким именем он был известен в источниках, но историки, разумеется, исследователи современности, ну, очень уж звучное прозвище, разумеется, оно как рабочее используется, и мы поэтому постоянно назовем Карла Лысым, даже когда... Просто чтобы отличать, хотя бы от великого. Да, мы уже не говорим про Карла Провансальского. Много у нас Карлов, но Карл Лысый один из самых выдающихся, как ни странно. Ну, во-первых, у него две задачи стояло, когда он, собственно, овладел, наконец, всей западной частью бывшей Францской империи. Это, во-первых, борьба за существование, потому что вот здесь у него под боком Аквитания, который все еще волнуется, там Пипин второй его племянник, и он складывать оружие не собирается. При всем том, что они вроде договорились с Лотарем, неизвестно, что от него ждать, и все может возобновиться по-новому. Ну, а через года два-три придет Сила Севера, о которой мы будем говорить более подробно. Придут норманы, и у Карла Лысого переплетаются две цели. Это борьба за существование и приумножение владений, потому что все-таки, все-таки он считает себя, он всегда считал себя особенным. Это не какая-то прямая речь, ни в коем случае ничего нет, как бы про это, что вот я там самый авторитетный среди каролингов, но по всем его действиям видно, у него были амбиции. У них у всех были амбиции, но все-таки Карл как-то очень выделяется на всем этом фоне, его проекты в конце концов были в какой-то степени были наиболее близки к своему воплощению. Значит, у него было несколько направлений, на которых были проблемы, и эти направления, географические направления, по сути, и составляют, заметив французский пятиугольник, когда есть пять географических направлений, на севере это норманы, и, соответственно, и вторжение с севера, запад это Британь, значит, восток это лотаринги, и все отношения с соседями, это будь то восточно-французское королевство, будь то будущая Германия, классическая французская проблема, значит, юго-запад это Аквитания, либо это там Гасконь, например, и юг, классический юг, это Прованс, да, вот эти пять географических, как бы, пять оконечностей французского королевства, это знаменитый пятиугольник, да, и на каждом у Карла были свои проблемы. Начнем с запада, начнем с неспокойной Британии, где все еще жили остатки, условно говоря, рода племенных отношений, значит, там с 830 года правит местный вождь, который мы уже слышали, да, вправе Ледовика Богочестивого вождь по имени Номиноэ, он граф Вана, и он, соответственно, имеет совершенно четкие владения, практически владеет всей Британию. Значит, они, он, Номиноэ, объединился с графом Нанта, Ламбертом, Ламбертом Вторым. Значит, почему Ламберт Второй был недоволен? Потому что у него была часть владений конфискована, за какие-то там провинности, источники нас не доносят. Значит, и, соответственно, Карл Лысый вынужден с этой коалицией влиятельных людей Британии бороться. В 845 году он терпит поражение у города Баллон, даже попадает в плен, но, понятное дело, это не настолько жестокое время, чтобы с Карлом что-то произошло, и его просто потом выкупают за большие деньги из этого плена. Да, и вы задавали вопрос о том, были ли попытки устроения Карла, когда он был маленьким. Вообще, даже не было ни одной, я это перепроверил, потому что, ну, это было страшным святотастом, убить родича, да еще и малолетнего. Значит, ну, убить как бы безоружного, да? Бориса и Глеба убили. Чуть попозже, правда. Ну, к сожалению, да, но это другая история. Там вот, по крайней мере, я не хочу как-то говорить, что Франки там что-то ни в коем случае более цивилизованные, но просто, ну, нет этого, нет попыток. Значит, соответственно, что происходит после этого поражения? Значит, Номиноэ пытается создать какую-то свою церковь в Британии, которая будет подчиняться только ему. То есть, к своему земельному авторитету, авторитету среди бретонской знати, он пытается добавить духовный авторитет. Но епископат, Хинкмар, Венелон, Ландрам Турский, Павел Руанский, они все высказались против этой затеи. Номиноэ, значит, и через год так получилось, что Номиноэ умирает, и Карл побеждает в битве при Бесле его наследника, Эрис Поэ. Так вот, этот Эрис Поэ клянется верности Карлу и взамен просит несколько графств. Соответственно, ему спокойно они даны, и он женится одновременно на дочке, точнее, извините, его дочь выходит замуж за Людовика Заику, тоже прозвище из поздних времен. Это Людовик Заик, это сын Карла Лысого. Значит, таким образом происходит вот этот важный ритуал, о котором писал немецкий историк Герт Альтхоф, это включение в большую королевскую семью. Родственными узами, а не силой, Карл Лысый решает проблему Британии, очень неспокойной области королевства, где вот эти все клановые, родовые, вот эти идеи мести, сильный такой примат кровного родства, все это было очень важно. Он с семейными узами заключения династических браков все это решает. Значит, что говорит, в общем, о какой-то, видимо, все-таки политической дальновидности Карла Лысого. Но, Карл Лысый еще и тот человек, который видит выгоду в ситуации. Против Эрис Пуэя вскоре поднимет мятеж один из других влиятельных бретонских аристократов. Человек по имени Соломон. Значит, прекращается моментально дружба с Эрис Пуэя, и Карл Лысый находится в Соломоне, которого поддерживали многие бретонские роды, находит очень удачного человека. В конце концов, этот Соломон поможет во многом. В борьбе с норманами, во многих других вопросах, будет практически во всех мятежах против Карла поддерживать своего короля. И очень не повезет Карлу, когда в 874-м в очередной бретонской родовой сваре Соломон будет убит. Тем не менее, надо сказать, что в Британии, конечно же, Карлу все-таки удалось эту область неспокойную замирить и привести к покорности. С Аквитанией было гораздо сложнее. Там все еще бушевал, все еще бушевал Пипин II. Значит, во-первых, что важно, Аквитания не просто какая-то территория, где много богатых вассалов, там конкретно, в 843-м в городе Меле открыли серебряные рудники. То есть, Аквитания реально богатый регион с богатым драгоценным металлом, потому что, сами понимаете, что денежное обращение, оно хоть и есть, но оно постоянно нуждается в возобновлении. И динарий, серебряный динарий, это ключевая монета тех времен, ее нужно как-то чеканить. Вот, соответственно, в 844-м году война Карла с Пипином II. Значит, Бернард Септиманский, все тот же самый, вспоминаемого, да, фаворит Юдифи, он перешел на сторону уже окончательно Пипина II, был пойман и обезглавлен. Наконец-то, этот непотопляемый авантюрист, соответственно, нашел свою судьбу. Однако, Пипин все равно выиграл следующую битву при городе Ангулем. Погибли очень многие. Гугл Санкантенский, Лупферьерский, это очень все крупные западно-францкие аристократы. Лупферьерский попал в плен. 845-й год, это Пипин II на вершине своего могущества, он даже чеканит свою монету, как раз мы не зря сейчас говорили о серебряных рудниках. Но, всегда у кого-то есть свой интерес, своя выгода. Против него заговор аристократии, ну и самое главное, епископы, церковь на стороне всегда короля, суверена. Что бы ни случилось, Венелон Санский коронует Карла королем Аквитании. Такой новый титул, ну как бы не новый, новый старый, да, Людовик, был к счастью, помните, был изначально королем Аквитании. Далее, параллельно, соответственно, Людовик немецкий хочет что-то получить. Этой ситуации он отправляет своего сына Людовика младшего в Аквитанию. В конце концов, Пипин второй увидел в этом угрозу, тоже, что подумал, что Людовик выступает, вероятно, подумал, что Людовик выступает на стороне Карла, и Пипин спасается бегством. Значит, затем, все-таки, все-таки, Людовик младший покидает Аквитанию, ничего не удалось Людовику немецкого через своего сына получить в этом регионе. Карл Лысый короновал своего сына, Карла младшего, даже такой был, собственно, у Карла сын Карла, но это малозначимая персона, она роли не сыграет, королем Аквитании, значит, то есть, передоверил своего сына и опекуном сделал графа Пуатье Рамнульфа Второго. После этого Рамнульф получает титул герцога Аквитании, то есть, здесь серьезный такой раздел власти идет в этом регионе, и все потому, что Карла Лысого поддержала церковь. Но мы видим, как максимально Карл Лысый получает выгоды из ситуации, он моментально извлекает какие-то козыри из рукавов и пользуется случаем, пользуется обстоятельствами. Хороший политик. Да, я как раз, почему это все говорю, так акцентирую. Дело в том, что сейчас, вот, в последние где-то 30 лет идет такая очень положительная ревизия, пересмотр личности Карла Лысого. Дело в том, что классический на него взгляд вот 19-го, первой половины 20-го века это слабый королек, не читая своему великому тезке, да, своему деду, который в основном проигрывал норманов. Это вот такой образ из учебников истории. Но этот образ в корне неверен. Я потом в конце, если у нас будет время, назову исследователей, которых стоит почитать, вот, которые полностью переворачивают представления об этом монархии. Надеюсь, что нам тоже... Нападение норманов, оно, видимо, настолько впечатляющее, что оно затмило все остальные деяния Карла Лысого. Да, совершенно верно, да. Ну, это такая, в общем, такой период, очень популярный и овеянный романтическим ореолом, который заслоняет действия многих французских королей. Значит, итак, дальше. Пипин II, тем не менее, продолжает сопротивляться, он даже берет в плен Рамнульфа II, это уже сын Рамнульфа I, герцога Квитании, но, в конце концов, вынужден будет сдаться, и так как умрет своей смертью, умрет вот в этой борьбе, Аквитания, в конце концов, окончательно перейдет к Карлу Лысому. Вроде бы, проблема решена, но, вместе с тем, вместе с тем, в Нейстрии, собственно, в родовых владениях Карла Лысого тоже возникают проблемы. Итак, мы уже говорили о том, что своего сына, Людовика Заику, он поставил управлять этой территорией. Это классический францкий способ. У тебя есть сыновья уже взрослые, все, ставь их управлять, ты один не справишься. Те самые малые королевства, да, которые практиковал еще Карл Великий. три года длится междуусобица из-за этого несчастного Людовика Заики, который поставлен править. Значит, во-первых, кто недоволен? Роберт Сильный, это совершенно новый род из Нейстрии, род графа в Париже, Робертины, будущие капитинги, кстати. Значит, епископ Венелон Санский, и есть теория, что Венелон трансформировался в Ганелона, потом в предателя, песни о Роланде, главный предатель при Карле Великом, да, епископ Эд Орлеанский и многие другие. Они как раз, кстати, объединяются с Пипином, потому что конец 50-х Пипин еще как-то сопротивляется, еще что-то может. Он умрет, как я сказал, в 864 году. Значит, даже Людовика Немецкого попросили вмешаться, чтобы уже образумить этого Карла Лысого, который опять младенца сажает. Когда-то он был младенцем посажен, то есть здесь есть параллели, да, младенцем посажен править, да, своим отцом. И теперь он повторяет тут же, наступает на те же грабли уже со своим сыном. Значит, Людовик Немецкий берет два города, Санс и Атении. Это очень крупные города в Нейстере, это одни из главных замков Карла Лысого, главных замков в западно-францком королевстве. Карл бежит к своим родственникам от по матери к вельфам. Значит, епископат, тем не менее, опять встает, кроме Венелона Санского, все, Хинкмар, Ландрам, Тульский, они все стоят снова на сторону Карла, снова церковь спасает Карла Лысого. Значит, стоит все-таки сказать о Хинкмаре, мы столько раз его упоминали. Этот человек, который свое воспитание получил еще в последние годы Людовика Благочестивого, он общался с, и был воспитан, по сути, крупнейшими лицами в королевской капелле, например, архикапеллан Хильдуин, который, возможно, причастен к написанию аналов королевства, франков. Соответственно, Хинкмар был максимально образован для своего времени, выполнял какие-то важные дипломатические поручения еще в 800, в начале, так сказать, 40-х годов, и, соответственно, уже ему было, он был достаточно в почтенном возрасте, под 50 лет, во все эти события, уже обладал абсолютно колоссальным авторитетом, в частности, его предшественник, кто был, тот самый Эбо Реймский, который так неудачно встал на сторону лотери во время междоусобиц, и Хинкмар получил такую роль, да, хороший епископ после плохого епископа, да, то есть, у него был, уже изначально, когда он заступил на должность епископа Реймского, такой положительный ореол, соответственно, и он в течение своей жизни вот этого бурного правления Карл Исова начнет конструировать идеологию королевской власти, которая во многом будет схожа с тем, что делал Куин при Карле, но будет иметь некоторые абсолютно новые коннотации, в частности, Хинкмар Реймский будет подчеркивать, что король это слуга церкви, слуга епископата, и только епископы ему являются лучшими советниками, только они смогут сказать, как правильно королю править. Ну, разумеется, все эпитеты, все топосы, все качества, которые должны христианскому монарху быть присущи, Хинкмар Реймский их описывал. И он, соответственно, оставил знаменитый труд Деордины Палатии, то есть об управлении дворцом, где он написал все вот эти должности, о которых мы говорили, должности при Каролинском дворе. То есть большой был человек, политик, писатель, духовный авторитет. И вот он постоянно вмешивался, постоянно на стороне вот именно мирного братского согласия, постоянно на стороне благочестия, и, конечно же, он был главным советником, по сути, главным соратником, советником, другом, не знаю, как это можно назвать, Карла Лысого, и во всем его поддерживал. Значит, в конце концов, под влиянием авторитета Хинкмара Людовик Немецкий, Людовик Немецкий убрался из западно-французского королевства, мятеж прекращен. Все вассалы, в конце концов, снова приседнули Карлу, значит, лишением должностей и другими карами, более-менее милосердными, наказаны противники Карла Лысого, и вновь жизнь пошла своим чередом. Карл, тем не менее, пользуется ситуацией, когда умирает Карл, его тезка-эпилептик, Карл Провансальский, и вторгается в Прованс, Хинкмар его опять не поддерживает, и поэтому из-за этого Карлу приходится отступить. Ну, как и другие епископы, вообще никто никогда из церковников не поддерживает вторжение в соседние территории своего родича. Вот это общее место епископ и церковь всегда стоят за мир в те, по крайней мере, десятилетия. Значит, одним из тех моментов, которые делали успех Карла Лысого, была лотаринская эпопея. Он мечтал о том, что он возродит величие деда, именно он, потому что он, наверное, видел, что там происходят постоянно какие-то перестановки, и можно ими воспользоваться, не более, что Лотарь второй оказался таким ненадежным человеком устроил свой скандальный бракоразводный процесс. В 860 году, как вы помните, обостряется дело Теутберги, узаконивается Вальдрада, Гуга, получается, тот самый бастард, становится официальным наследником, и Карл Лысый понимает, что вот сейчас нужно действовать, иначе Лотарингия может уйти. Значит, развод не поддерживает Хинкмор, разумеется, Карл Лысый четко определится своей позиции, и тоже не поддерживает этот самый развод, как раз тогда Теутберга бежит к нему. Значит, далее, вмешивается Николай I, вслед за своим братом, встают в итоге все-таки на сторону, и под влиянием папы, Людовик немецкий, и Людовик второй, но активных действий воздерживаются, они все-таки тоже хотят Лотарингия. Значит, в конце концов, после того, как Лотарь II умирает в 869 году, Карл перетягивает на свою сторону епископов Лиежа, Туля и Меца, то есть ключевых епископов Лотарингии, и коронуется в Сент-Этьене титулом Король Лотарингии. Значит, он торопится, потому что у него уже вести, что Людовик немецкий тоже едет сюда, и тоже хочет во всем этом поучаствовать в разделе наследства, на Рождество 70-го года в Ахен как раз заявляется Людовик немецкий. Значит, Трир, Кёль и Майнц по новому соглашению между Людовиком немецким и Карлом Лысым, Трир, Кёль и Майнц важнейшее епископство все-таки уходит Людовику немецкому. Туль, Верден и Мец получает, вот этот треугольник получает Карл Лысый. Происходит знаменитый раздел в Мерсене, когда Лотарингия прекращает свое существование, и часть отходит к западно-францискому королевству, часть к восточно-францискому королевству. Мерсенский раздел, 870 год, эту дату вам нужно запомнить, потому что вот разделение вот этой буферной зоны, оно во многом ведет, привело потом к многим конфликтам между двумя королевствами. Значит, это закладывается именно тогда. Ну, и, соответственно, что же происходит в конце жизни Карла Лысого, что, соответственно, возводит его на политический Олимп. Значит, в 875 году умирает, значит, во-первых, умирает император тот самый Людовик II, он умирает бездетным, значит, и через год умрет Людовик немецкий. Что это означает? Это означает, что Карл Лысый становится единственным человеком, который может претендовать на императорскую корону. А внимание, у него уже часть лотаринги раз, у него уже все западно-франциское королевство, а квитание замерено. Значит, что осталось сделать? Соответственно, забрать Италию, как-то договориться с Людовиком немецким, он, естественно, не знал, что через год он умрет, вот, можно что сделать наконец-таки, после долгого восстановить империю территориально, не просто пустой титул и шаткое братское согласие, можно восстановить великую империю своего деда. Значит, это тот самый момент. Итак, Людовик II умирает бездетным, но, а кто сказал, что следующий по наследованию Карл Лысый? Людовик немецкий все-таки постарше будет, у него тоже есть сыновья. Начинается очень, рождается очень острая ситуация. Значит, Карл Лысый, как только узнал о смерти Людовика II, сразу же моментально отправляется в Италию, то есть он знает свою цель. Значит, Людовик немецкий делает то же самое, но не лично, он отправляет сначала своего старшего сына Карломана. Тут история интересная. Одна хроника, одни анналы, Бертинские, те самые, которые написаны на территории западного францкого королевства, говорят, Карломан был разбит и бежал. Далее Людовик немецкий посылает второго сына, Людовика, прошу прощения, Карла, Карла, так, нет, ядет в руку, извините, Людовика, Людовика, Людовика Младшего посылает туда. И, соответственно, пишет, что договорился с Людовиком, все в порядке, Карл Лысый продолжил свой путь к Риму. Другие анналы, анналы фульские, написанные в восточно-францком королевстве, то есть под боком у Людовика немецкого, говорят совершенно противоположное, что подкупил Карл Людовика, подкупил, причем, античный термин «югуртинские деньги», чтобы «югурты», который, да, в произведении «югуртинская война», Солюстия Криспа, заплатил сенаторам эти деньги, чтобы они не предавали его суду за убийство собственных племянников, да, то есть «югуртинские деньги», такой чисто античный термин, это грязные деньги очень, нечистые, вот, он подкупил «югуртинскими деньгами» Людовика, вот, соответственно, то есть две хроники абсолютно по-разному описывают, но понятно почему, потому что обе одинаково тенденциозно написаны как раз под крылом заинтересованных людей, двух конкурентов. Так или иначе, победил ли он, договорился, подкупил, Карл Лысый оказывается в Риме на Рождество 75-го года, какой символизм, снова Рождество, снова в его руках все земли, но пока еще Баварии нет, потому что Людовик Немецкий пока еще жив. Иоанн VIII абсолютно не против, мы понимаем, что папство, да, папство не интересует, кто будет, папству нужен защитник действенный, все-таки мы признаем, хоть и Карл Лысый по старшинству он ниже, он младше, да, Людовика Немецкого, но он поавторитетнее правитель, вот на тот момент, и поэтому, наверное, из-за этого Иоанн VIII соглашается с этой коронацией, ну, с другой стороны, там войско стоит, как бы, он будет ждать Людовика Немецкого, да, все очевидно. Итак, получает императорскую диадему, как пишут, то есть, то же самое, что, ну, как бы, то же слово, что и при коронации Карла Великого упомянуто, да, получает диадему, соответственно, с великой славой коронован в Риме, точка, никаких подробностей больше нет, мы еще к этому вернемся, почему подробностей нет, и почему так скупо написано об этом, казалось бы, величайшем событии, снова восстановлена единая империя на Западе. Значит, Людовик Немецкий снаряжает новые войска, но как раз в этот период он умирает, что может сделать Карл, он может починить себе весь Восток, и он может прийти теперь в Лотарингию, снова в Ахен, и уже стать полноправным правителем всех францких земель. Но кому это все не выгодно? Кто считает, что это все итальянский мираж, как один из историков французских араб, по-моему, фамилия Франсуа араб, если мне не изменяет памяти, говорил вот про всю эту политику императоров уже более поздних, священной римской империи, итальянский мираж, да, то есть, когда ты хочешь восстановить вот эту римскую империю, но забываешь про свои родовые владения, про то, что, извините, там флот идет, пассения, там свои проблемы. А вот кто писал Бертинские аналы? А Бертинские аналы писал Хинкмар Реймский, все тот же, могущественный духовный авторитет, который не одобрил итальянское мероприятие Карла Лысого. А почему? А потому что Карл Лысый нужен там, в Западной Франкии, потому что Карл Лысый занимается не своим делом, в конце концов, мы должны помнить, церковь не поддерживает, захваты чужих территорий. Значит, и поэтому Хинкмар Реймский вот эту часть Бертинских аналов писал он, он поэтому так спокойно об этом и будничный говорит. Это сейчас мы пытаемся, естественно, реконструировать и понять значение вот этой очередной реноватию империи, нового восстановления империи, новой императорской коронации, которая явно имеет отсылку к коронации Карла Великого. Кстати, Хинкмар это не одобряет. Более того, а вассалы, никто вообще не одобряет то, что он делает. Он только взял, видимо, с собой каких-то самых таких преданных людей с войском. Они требуют его обратно, ну, потому что по Сене действительно идет флот. Значит, он прижит... Виженки, удачный, что это флот Викинг. Да, разумеется, конечно. Значит, норманы там уже начинают еще иду серию бесчинств и возвращается во Францию, в Кьерси. Он держит совет со своими основными вассалами. И тут он понимает, что они не идут ни на какие уступки. И более того, они хотят, чтобы их владения были закреплены за их сыновьями. Происходит историческое значение события. Издается Кьерсийской капитулярии, где теперь закреплено, что вот эти владения магнатов официально будут переданы им сыновьям. То есть, появляется наследование тех самых феодальных владений. Теперь это не просто какой-то бенефиц и прикарий, который можно забрать. Теперь он переходит автоматически их сыновьям. То есть, видно, что другие реалии там в западно-французском королевстве, ему нужно поддерживать этот баланс, за что его и хвалят современные историки. Французский, американский, немецкий. Карл Лысый умел держать баланс между интересами церкви, аристократии, своих братьев. Он умел, благодаря этому балансу, комбинации вот этих всех факторов, он умел ликвидировать своих политических противников. по сути дела иногда прилагаем минимальные усилия, но вот здесь он ослеплен этой мечтой возродить французскую империю, он рвется в эту Италию и поэтому, как называют его действия фульский аналог, он забрал Италию в свои когтистые лапы. Да, он тиран, он нарушает братское согласие, он захватывает то, что по праву не принадлежит ему. Поэтому в конце Карл Лысый наверное замахнулся на кусок, который он не смог проглотить. И в конце соответственно умирает во время собственно военного похода после очередных вот этих перелетов из Италии в западно французское королевство и обратно, значит он умирает в простой хижине от лихорадки, ну надо сказать на вершине своего политического могущества, но одновременно слишком переоценив свои силы. Вот такая интересная на мой взгляд политическая карьера Карла Лысого, который ну наверное один из самых недооцененных каролингов. вот безусловно и вызывает улыбку за свое прозвище более позднее, но тем не менее он очень значим для каролинского мира. Значит и что здесь еще нужно сказать? Ну о культурных каких-то моментах мы точно не говорить не будем, потому что это очень долго. Образ Карла Лысого в литературе это просто огромный пласт, невероятный по своему значению. Значит у Карла Лысого была проблема, которая сделала ему вот это ну не очень лицеприятное имя в старой историографии 19 века. Это проблема нормандских нашествий. Значит мы уже знаем, что викинги активизируют свои нашествия в 830-е годы. Мы знаем, что Людовик Благочестивый так и не нашел действенных методов. Противоядий против норманов. Все вот эти укрепленные мосты это как раз будет при Карле Лысом гораздо позже. Во-первых, нам нужно, чтобы на всякий случай уточнить, определиться с терминами, кто имеется в виду, кто подознается под норманами именно при нападениях на Франкию. В подавляющем большинстве случаев это датчане. Иногда на берегах Роны и Сены и Луары появлялись норвежцы, но известно только где-то 2-3 таких случаев. В основном это датчане. Историки скандинависты давно уже определили географию нашествий. Шведы отправлялись восточнее к нам на Русь, соответственно, в то время как норвежцы предпочитали колонизацию шетландских, аркнейских и гибридских островов, также колонизацию Исландии в будущем, в то время как датчане как раз разделились на два потока. Это Британия, Англия, да, забыл еще норвежцы, еще в Ирландии. Значит, франкские земли, ну, будущие французские и германские, грубо говоря, территории современной Германии, и все из севера, и вся Франция полностью. Вот это направление наступления именно датчан, данных, как их называют. Слово Норман наиболее актуальное, да, соответственно, люди с севера, спаси нас Божи от ярости Норманов, знаменитая молитва тех времен. Слово Викинг не буду вдаваться в эту дискуссию, никто так и не выяснил, но что оно означает? Слово Вик, поворачивающий, да, скорее всего, либо мореход, до сих пор не поставлена точка, хотя уже лингвистика и филология достигли невероятных высот. Как ключевые историки по скандинавской этой всей проблеме описывают вот этот период середины IX века? норманы уже прощупали, условно говоря, в предшествующий период с конца восьмого, где-то по тридцатые годы, они прощупали Англию, Франкию, поняли, что там не все просто в плане организации и обороны этих территорий и уже переходят к более активным действиям. Постепенно их цель переходит, их стратегия трансформируется из организованных их рубежей, то есть взять крутую добычу у них цель, переходит и трансформируется в желание основать свои поселения. Мы это сейчас увидим. Колонизация. Сложное слово, потому что колонизация это когда ты уже понимаешь, что твои дети будут там жить. А то, что делают они приколы лысым, это они базой делают, чтобы потом вернуться вот так скорее. Значит, я в том, так сказать, в паблике цифровой истории у нас выложен список книг, я еще раз под ним подпишусь, конечно, в режиму АЕ, викинги. Это одна из лучших книг и вот еще можно вспомнить Питера Сойера, вот это сейчас ведущие исследователи по этому вопросу. Они все-таки подчеркивают, что у викингов еще была осведомленность. Вот был пробный камень, первые их набеги, они поняли, что эти земли можно реально завоевывать. И, конечно, очень важны торговые и коммерческие цели. Пора забыть этот миф, что викинги только грабили. Вот. Они хотели снять торговые связи, которые были бы у них с родиной, потому что очень многие возвращались совершенно спокойно и потом могли наездами в ту же Англию и Франкию как-то обогащаться за счет этого. В общем, викинги это еще и купцы, а не только искатели приключений. Существует масса версий, я не буду их все перечислять, зачем вообще им понадобились все эти коммерческие версии до походы. то есть была классическая точка зрения с 19 века, там Чарльз Хаскинс это перенаселенность Скандинавского полуострова, сейчас она в основном уже отброшена. Далее была ментальная версия, что их менталитет вот этот воинственный, языческий, там Один, Тор, значит, стремление обрести славу и удачу, это, например, Люсиен Мюссе, французский историк, и множество других историков считают так. Были экзотические версии, историки по фамилии Кис и Волец считали, что климатический фактор, да, похолодание, которое делало экстремальную климатическую ситуацию в Скандинавии, создавая непригодной для жизни, очень экзотическая версия, но тем не менее, хотя бы интересно звучит. И концепция, знаменитый центр периферии, мой коллега Игорь Юрьевич, философов из Саратовского государственного университета поддерживает это, когда... Это наш друг большой, Игорь Юрьевич, это прекрасно уже. Консультант и даже в некотором смысле администратор цифровой истории. Здорово. Значит, ну вот он, как бы поддерживая концепцию своих предшественников, говорит о том, что вот эта земледельческая Скандинавия в связи с многими факторами, то есть и похолодание, может быть, перенаселенность, здесь как бы не принципиально, да, она теряла свою привлекательность. И что делали юноши скандинавские? Они объединялись в мужские союзы и отправлялись туда, на периферию, которая была более привлекательна для подвигов, для бросков, даже, может быть, к границам Мидгарда, Мидгард, мир людей, согласно скандинавской мифологии, к границам Удгарда, где живут йотуны, чудовища, может быть, это их привлекало. В общем, здесь масса... Да, я тоже так думаю. Мне это очень близко, но не хочу просто спекулировать. Я очень надеюсь, что появится когда-нибудь в этой студии скандинавист, который все по полочкам нам разложит. Игоря ждем. Вот, это один из лучших вариантов. Все, я полностью это поддерживаю. Значит, передаю привет Игорю Юрьевичу обязательно. Игорь, мы тебя ждем. Вот, значит, далее. Вероятно всего, вероятнее всего, они знали об усобице каролингов. Значит, все начинается примерно в 841 году. Из Северного моря по Ла-Маншу под командованием некого вождя Асгейра движется флот. Движется к Руану, где городу, которому не повезло, истребляется население этого города, часть уводится в плен. Но уже так сказать, авторитетные люди в Руане поняли, что есть вариант заплатить денег норманам. Их привлекает серебро, их привлекает золото, их привлекает какие-то предметы, имеющие ценность. И тогда они могут прекратить свои грабежи и уплыть. Эту тактику быстро начинают понимать францкая знать, францкие короли и действовать очень часто в соответствии с этой стратегией. Значит, в 842 году происходит ограбление Квинтовика и города Па-де-Кале. Жители тоже платят какой-то выкуп, чтобы прекратить все эти разбойные действия. Это все датчане. В 844 году происходит одно из самых ярких событий в истории скандинавских нашествий, одно из самых зловеще описанных хрониками. В 844 году норвежцы прибывают в город Нанд. Значит, и, соответственно, значит, там, простите, не норвежцы, датчане, норвежцы, они в Британь тогда приплыли, а датчане прибывают в город Нанд. Значит, во-первых, кто здесь сыграл, мягко говоря, не очень приятную роль? Ламберт Нанский, который был недоволен, как мы уже знаем, что у него там отняли какие-то владения, он выступил проводником для норманов. Значит, показал им путь к городу, соответственно, что жители Нанта в этот момент, они приняли, приняли, да, я сразу скажу, там датировка плавает, там, у разных следов, может, 843, ну, в общем, вот эти годы, 843, 844, взятие Нанта, да, жители Нанта приняли эти корабли закупеческие, соответственно, и не успели организовать сопротивление норманам. Норманы используют, поход явно был хорошо подготовлен, на них есть штурмовые лестницы, значит, они штурмуют успешно город Нант, то есть, никакой затяжной осады, начинаются массовые убийства, естественно, по всему городу, ну, все, как это описывается в западных аналогах, других вариантов у нас нет, кстати, Режи Буае подчеркивает, что франкские хроники еще спокойные, самые истеричные, это ирландские, вот, и британские, которые вообще просто дьяволов во плоти делают, а здесь, как бы, ну, такой, дикарит, дикарит, жестокий дикарит, так описаны норманы, значит, штурмовые лестницы, убийства, затем жители бегут в соборную церковь Святого Петра, но это их не спасает, епископ Гундрат погибает прямо на алтаре, кровь брызжет на алтарь главной церкви Нанта, и вот это святотатство, кровь епископа капает на алтарь, это показывает вот эту дьявольскую сущность завоевателей, именно так это описывают Бертинские и многие другие анналы. Церковь сожжена, значит, после этого датчане уходят из Нанта, полуари, грабят соседние деревни, после этого оказываются в Испании, возвращаются, грабят Бордо, но в конце концов у города Тарба герцог Татил, Татил Гасконский наносит им поражение. Тем не менее, вот эта кровь, кровь епископа, окропившая Нанский алтарь, это такое, вот это символ вот этого периода викинских нашествий. После этого в 845 году, в 845 году приходят три во Франкию, в Западно-Францкое королевство, приходят три больших армии. Одна из них отправляется в Эквитанию, там она одерживает победу над графом Сегуином Бордоским, захватывает остров Нуар-Мутие на Луаре, который будет одной из важнейших баз викингов на протяжении нескольких десятилетий. Они вновь осаждают несчастный город Бордо, однако Карл Лысый неверно представлять, что он всегда проигрывал Норманам. Нет, он выиграл несколько битв. В частности, эту на реке Дардоне его сухопутное войско побеждает Норманов, однако нужно ему было перемещаться на какой-то видимо другой театр военных действий. После этого Бордо был разграблен снова и также был взят Норманами город Перегё. Значит, в плен попал даже Вильгельм Бордовский, герцог этих земель. Значит, одним словом, в Эквитании норманы очень неслабо попылили. После этого часть из них двинулась в Британь, как раз это были норвежцы, не датчане. Значит, что сделал Номиноэ, который там правил в тот момент, он откупился и тем самым возможно спас жизни некоторых людей. Но самое интересное событие происходит, конечно же, в Париже. Значит, я думаю, что многие хотят услышать про осаду Парижа более позднее, в 885-го года, но мы про неё обязательно поговорим уже в следующий раз. Это первая знаменитая осада Парижа в 845-й год. И здесь на странице хроник возникает вождь по имени Рагнер. Рагнер Лодброк. Значит, очень популярная личность в связи с культовым сериалом Викинги. Значит, но сразу хочу сказать, что здесь нужно не увлечься спекуляциями. Почему? Потому что далеко не факт. И вот самый авторитетный исследователь скандинависты говорят очень осторожно. Есть Рагнар Лодброк из скандинавских саг. Это одно. Это тот самый стопроцентно героический персонаж, овеянный романтизмом. Но мы не можем утверждать, что вот этот Рагнар это тот Рагнар. Так что сразу хочу успокоить некоторых. Неизвестно. Но, во всяком случае, этот Рагнар, который здесь, тоже был очень интересной личностью. Как происходила осада Парижа? Во-первых, существует версию, поддерживает Питер Сойер, что, вероятно, был мотив у Рагнара, он, вероятно, тот потом его обманул и земли забрал. Вот есть такая версия. Потому что Рагнар уж больно серьезный поход устроил по свидетельству хроник поход на западно-франциское королевство. Значит, во-первых, количество кораблей поражает воображение. 120 это очень много. И понятное дело, что это цифры малореальные для тех времен. Но если летописец пишет, что много, значит, они реально это флотилия производила впечатление. Значит, короли Рагнара плывут по реке Сена. Что делает Карл Лысый? Он выставляет две армии по берегам реки. Значит, норманы высаживаются, соответственно, побеждают более слабый контингент. Вторая часть армии отходит, соответственно, к городу. Значит, поле этого на одном из островков повесил Рагнар Лодброк, повесил пленников, соответственно, в устрашение. И как пишут некоторые хроники, во славе своего бога, ну, скорее всего, Одина, значит, одним словом, намерения у викингов были самые, что ни на есть, серьезные. Итак, значит, кстати, известны даже цифры, ну, по крайней мере, нам об этом так расскажет аналог, что 111 человек он повесил. Значит, и после этого викинги входят в Париж, начинается разграбление города, но не все так просто. Значит, во-первых, началась чума, викинги начинают заболевать, и понимают, что, в общем-то, город-то, конечно, они разграбили, добыча великая, но пора уже заканчивать все это, и вступать в переговоры. Значит, параллельно интересно, что, например, монастырь Сен-Жермен, да, он Сен-Жермен-де-Пре, мощи были эвакуированы из монастыря, да, так, чтобы не дотянулась рука норманов до них. Значит, и, соответственно, вступают в переговоры, но видя, что викинги уже взяли город, королы совершают прецедент, очень важный, да, понятное дело, что когда откупился там какой-то герцог или просто влиятельный житель города, там, в складчину собрались, это одно, а когда король, глава всех этих территорий, владелец, суверен, платит огромный выкуп, это уже прецедент, и этим прецедентом будут пользоваться старманы, и всегда при случае, когда они будут понимать, что ситуация, в общем, патовая, лучше требовать выкупа и уходить. Все равно вытянуть из этих корольков франциских, вероятно, можно многое. Итак, сумма нам известна, это 7000 фунтов, 7000 серебряных монет, соответственно, там огромное, соответственно, по весу, там пишут историки, что 2,5 тонны все это весило, ой, точнее, сейчас, да, 2,5 тонны, это очень много все равно, в общем, значит, 2,5 тонны, и, соответственно, что в обмен на это, норманы уходят, данны уходят и оставляют в покое Франкию, по крайней мере, люди Рагнара действительно на 6 лет оставили в покое Франкию, и таким образом получалось, что Карл Исси получал, Карл Исси обретал особый способ борьбы со всем этим, это заплатить огромный данни гельт, как это стали называть, то есть, датские деньги, выкуп, значит, данным, который, этот термин будет потом встречаться в источниках английских и других, значит, то есть, это был важный момент очень, значит, после этого, после этого, что же происходит? Значит, Рагнар уходит, но через несколько лет на страницах анналов появляются его сыновья, предположительно, его сыновья, Бьерн, Железнобокий, и человек с именем Хастейн или Гастингс, Гастинг, извините, Гастинг, значит, вот этот Гастинг считается одним из самых грозных врагов западно-французского королевства, он неоднократно будет повторять свои набеги, и один из самых тоже легендарных людей во всей этой датской эпопее, дело в том, что Гастинг, непонятно, то ли он сын Рагнара, то ли какой-то другой родственник, здесь, опять же, историков единого мнения нет. Значит, после этого Бьерн с Хастингом, Хастейном, Хастингом отправляются в Испанию, там у них через несколько лет произойдет легендарный рейд к Севильи, который будет отбит, тем не менее, соответственно, арабами, испанскими, соответственно, но в славу они стяжают, и потом, разумеется, это все будет воспето в сагах, если это, конечно, были они, тот самый Бьерн Железнобокий, Бьерн Йернсида, то есть, сын Рагнара Лотборка. Значит, итак, через, ну, в 49-м году вообще все реки, так об этом говорят хроники, все реки, франки, и вообще запады, франки и восточники просто кишат пиратами нормандскими, значит, то есть, там Везер, Рейн, Маас, Шельдер, везде норманды, абсолютно, да, они захватывают в очередной раз бедный, бедный уже этот злосчастный Дорестад, Утрихт, соответственно, Фрисландия, Фризия тоже наполняются, а это уже не Карл Лысовая территория, это территория Лоттери, которая тоже ничего не может сделать с этим, с таким количеством викингских шаек. Значит, в 851 году новый флот на Сене, разграбление монастырей Сен-Ван-Дриль, Сен-Жермен-де-Флай, 8 месяцев они грабят и отплывают в Бордо, который они уже сделали своей базой, но, правда, Бордо потом все равно будет потерян, тем не менее, все равно, они уже пытаются где-то закрепляться. Но Армутье, остров, Бордо, сейчас будем смотреть дальше. 852 год, осенью вторжения во Фризию, очередное, и Фландрию. Впервые для защиты от норманов объединяются два брата, заклятые друзья, заклятые братья, Лоттерь первый и Карл Лысый. Значит, параллельно викинги захватывают второй раз Нанд, осаждают Тур, город спасает только одно, сильный разлив реки. Как бы, одно дело, как бы, подплыть и потом высадить, источить осаду, другое дело, осаждать корабли, это немножко сложнее. Значит, город спасен, но норманы захватывают соседний монастырь и убивают там 120 монахов. Тем не менее, Карл побеждает, вторая его победа, побеждает норманов под Нантом. 800, через три года, значит, в 855 году снова приедут уже на этот раз отпрыски Рагнара, предположительно, Бьорн, да, двинутся к Пуатье и к Тулузе, то есть уже, соответственно, в Эквитанию проникнут. Тут, соответственно, возникает снова угроза, то, что они в итоге выйдут в выйдут в Сену и в 856 году они, там опять же плавающая датировка, возможно, это произошло на три года позже, они снова берут Париж, здесь уже таких красочных подробностей нет, но опять выкуп. 685 фунтов золота и 3250 фунтов серебра. Значит, Гастинг, Хастейн, Гастинг, да, после этого он совершает свою знаменитую эпопею, просто как бы расскажу, потому что как бы те, кто интересуется, вспомню, кто это такой сразу, Гастинг, да, он отправится в Италию и там ему попадается городок под названием Луна. Знаменитая история Луна, которая была принята за Великий Рим, но потому что Луна, это был город реально с мощными укреплениями, Гастинг думает, вот, это тот самый Рим, легендарный город, значит, сил мало, значит, стены, стены высокие, крепкие, значит, вступают в переговоры, говорят о том, что мы хотим починить свои корабли, значит, у нас болезни начинаются, соответственно, хотим вступить в переговоры с жителями. Переговоры начинаются, Гастинг инсценирует свою болезнь, значит, и послы говорят жителям Луны, что он хотел принять христианство, он много наслышан на христианском Боге, значит, умирающего, якобы, умирающего Гастинга, значит, значит, приводит в христианство, значит, происходит крещение, соответственно, и только после этого его могут пустить в город. Но он уже к этому моменту умирает, его кладут в гроб, торжественно несут гроб в луну, открывают ворота города, и когда уже гроб должен был быть вынесен из церкви, прочитаны все молитвы, крышка слетает с гроба, гастинг живой, викинги начинают резню прямо в церкви. Ну, вот как раз отсюда и эпизод из второго сезона викингов, да, когда Рагнар Лотброк вот таким образом захватывает Париж. Вот, это на самом деле реальная история города Луна, принятого викингами за Рим, реальная история возможного сына Рагнара Гастинга. Надо сказать, что, возможно, это литературный трюк, потому что его повторят, во-первых, Роберт Гвискар, уже в эпоху сицилийских норманов, и повторит, извините, Харльд Суровый. Вот, то есть, был такой трюк захватить город, прикинуться христианином, потом выскочить из гроба. Так, значит, конец 50-х. На Сене, на острове Оссель, норманы организуют свою базу. Бьерн совершает свой очередной набег. Снова он доходит до Пуатье. Карл и уже Лотарь II договариваются, что, так сказать, соберут армию. Но Карл долго ждёт и решает проблему старым способом. Он предлагает другому вождю по имени Вёлунд избавить его от Бьёрна. Значит, Вёлунд атакует Бьёрна. Бьёрн говорит, что... Другому викингу. Да-да-да, Вёлунду, викингу Вёлунду предлагает изгнать Бьёрна за сумму денег в 3000 сиберных монет. Нормальный план. Значит, да. Но дело в том, что Бьёрн, уже награбивший очень много за свои походы, предлагает Вёлунду большую сумму, чтобы Вёлунд оставил его в покое и дал ему уйти. То есть, вообще, всё, так сказать, прямо бизнес люди делают уже прямо там на месте. Что называется, умеют договариваться, хотя, несмотря на всю свою ярость и на весь свой пафос. Значит, в 862 году ещё один из редких успехов Карла Лысого. В январе по Сене до города Мо доходит очередная армия датчан. Карл окружает их, начинает переговоры. Впервые данные в залог того, что они уйдут, в залог сообщения, дают своих заложников Карлу Лысому. 10 человек. Значит, флот уходит с Сены. Ну, вы понимаете, что это шайки, это всё разрозненные, это не какой-то единый поход датчан, это абсолютно разные люди, вожди, мы даже их имён не всех знаем. Если какой-то Вёлунд уплыл, это не значит, что Бьёрн потом не вернётся, что не вернётся Гастинг. Поэтому... Наоборот, он приплывёт, показывает, сколько награбил, и поплывут новые. Да, совершенно верно. Дальше. Гастинг в этот момент наконец-то успокаивается, он получает земельное владение от Карлысова в городе Шартер. Значит, и принимает позже христианство. Вёлунд, кстати, тоже принять христианство. То есть, они уже от этого не отказывались. Их это по какой-то причине привлекало. Значит, параллельно идёт борьба в восточно-франциском королевстве Готфрид и Хорик. Это, помните, про Харальда Клака, к сожалению, не удалось подробно поговорить. Может, в следующий раз к нему вернёмся, потому что там много интересного. Это конкуренты Харальда Клака в борьбу за, собственно, Ютландию. Вот. Они получают владение во Фризии от... Извините, не Людовика немецкого, а от Лотари. Они получают владение во Фризии. Вот. Соответственно, дальше. Дальше происходит очередной рейд по Луаре. Снова разграблено огромное количество монастырей и городов. Пока в бой не вступает, в общем, ключевой персонаж того времени. Один из самых сильных магнатов Роберт Сильный. Будущий род Робертинов, Капитингов. Значит, на реке Сарте он окружает норманов. Они прячутся в каменной церкви. Значит, отступали они из города Лиман. Значит, укрылись в каменной церкви вместе с Райнульфом Аквитанским. Роберт Сильный окружает норманов. Но норманы совершают дерзкую вылазку. Во время которой они убивают Роберта Сильного, тащат его труп прямо в церковь. А граф Геривей получает стрелу прямо из окна церкви. То есть, такие опять детективные истории из мира средневековых хроник. Что происходит параллельно? Параллельно, это какой у нас год, как я сказал, 865. Да, через 20 лет после первого взятия Парижа. Параллельно другая шайка подходит к Парижу. И внимание, что она требует? Она требует вина почему-то. Но, вероятно, все-таки есть какие-то потребности. Не только в деньгах у нормадских завоевателях. Три недели они просто живут в монастыре Сен-Дени. Выгнать их оттуда никто не может. И, соответственно, в конце концов берут они Париж. Там уже не так все кровало. Но, в любом случае, город они разграбили в очередной раз. Значит, в этом же году взят Гамбург. Это уже проблема чисто Людовика Немецкого. Он там тоже не может справиться. В конце концов он подружится с Хориком и с другими датчанами. Ну, и Лотарь откупается от другого еще вождя Радульфа. То есть, я все это перечисляю. Вроде как похожий друг на друга факт. Но, чтобы все понимали масштаб. Что проблема, решил здесь, она возникнет там. Настолько многочисленные эти, как град буквально с неба, эти нормандские нашествия. Ну, и последнее, что называется, последний, как бы, Эншпиль, да, борьбы Карла Лысого с норманами, который одновременно показал и потенциал Карла, как все-таки организатор борьбы с северной угрозой, и одновременно показал все-таки его бессилие. Вот спорный момент 873 года. Итак, норманды понимают, что нужны базы. Нужны базы, чтобы возвращаться. Потому что здесь, здесь буквально клондайк. Здесь, здесь можно разжиться, здесь можно пограбить. Здесь можно узнать нового бога. Вот, здесь многие уже обрели успех. Они осаждают город Анжер. Викинги устраивают там базу. И Карл Лысый понял, если они устраивают в такой крупной крепости, как Анжер базу, значит, грядут серьезные последствия. Карл Лысый впервые за многое время, со времен Людовика, Карла Великого, объявляет всеобщий призыв, тот самый, который он имел право по капитулярию. Значит, при этом, Карл Лысый идет на хитрость. Он делает вид, что он отправляется в поход на Британь, чтобы подавить мятеж Соломона. Но Соломон-то мы знаем, что его друг. Они соединяют с Соломоном и подходят к Анжеру. Стрингольм, шведский историк, считает, что это ошибка. Им нужно было показать друг на друг, перед другом поставить войска, и чтобы норманы реально подумали, что сейчас будет разборка двух французских армий. Но норманы подготовились к осаде. Тем не менее, у Франка фасадные машины, катапульты. Норманы же сбрасывают камни прямо со стен. Значит, что делает Соломон? Он начинает рыть канал из реки Мен, чтобы корабли викингов сели на мель. Норманы, увидев, что франки готовы просто на все, чтобы выкурить их из Анжеры, в конце концов, идут на переговоры. Значит, они должны оставить Анжер и уехать. Те, кто хочет принять христианство, могут остаться. Вот такая простая сделка. Значит, но все тщетно. Мы помним, что происходит через два года. Происходит, Карл Великий отправляется, извините, Карл Лысый отправляется в Италию, и у него другие дела. Ирония судьбы. В этот момент, когда он в Италии, флот из сотни судов подходит к Парижу по этике Сена. Вот тщетно все. Что бы он ни делал, эта угроза будет продолжаться. Значит, как он боролся систематически в последний момент буквально вот по этой теме, это, как я уже называл, укрепленные мосты. То есть, перегораживающие реку мостом, и на этом мосту стоит гарнизон. Не знаю, что у них там, луки, копья. Лук был не очень распространен у Франков, в основном, это копья, которую можно было в том числе метать. Ну, или в конце концов, можно было спровоцировать норманов на сухопутную стычку. Значит, Карл Лысый делал все, что мог с нормандской угрозой. Все-таки мы должны это признать. Конечно, у него были ошибки. Некоторые историки считают, что он совершенно зря запретил своим вассалам строить укрепленные города, замки без своего разрешения. Он как бы понимал, что нельзя, чтобы аристократия слишком сильно увеличила свое могущество, чтобы она не вышла из-под контроля. А таких случаев вот куча мы уже назвали, когда аристократы реально выходят из-под контроля и поднимают мятеж. Поэтому он как бы пытался не допустить слишком сильного разгула вот этой вольницы магнатов. Но, тем не менее, видимо, он был неправ. Ну, так, по крайней мере, Лоран Тейс считает французскую историю, которая написала отличную книгу «Наследие Каролингов», где это тоже все здорово описано. Одним словом, как бы мы подвели итоги правления Карла Лысова? Это был, безусловно, человек своего времени, сложного времени. Когда в обмен на, взамен старых мечтаний о вот этой христианской империи великой, которая будет приводить подданных к этой покорности, к благочестию и готовить к их будущему переходу, как бы, в Царство Божие, к будущему страшному суду, взамен вот этих высоких вещей, которые, безусловно, как бы они в проповедях, там, они упоминались, да, но теперь на повестке дня стояла не это, не великая законодательная деятельность, не христианизация других народов. На повестке дня стояло выживание, на повестке дня стояло поддержание сложного баланса между королевской властью, аристократией, церковью, епископатом, папством, которое тоже отдельная сила. Мы видели, что Николай I и Хинкмор, они во многом не согласны. Папам нужен Карл Лысый, как император, Хинкмору Рейнскому и францкому епископату Карл Лысый, как император, не нужен. Вот. Карл Лысый сумел поддержать этот баланс. И за это его совершенно верно хвалят современные историки и предлагают пересмотреть эту личность. Безусловно, мне кажется, одно. Он сумел совершать сложные действия в еще более сложной обстановке и умел совершать их успешно. он умел добиваться успехов и в то же время он умел переживать поражение, чтобы вновь подниматься. Я думаю, так можно характеризовать этого, безусловно, великого внука Карла, великого основателя империи. Спасибо, Игорь, очень интересно. До новых встреч. Да. Спасибо вам, Егор. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok